Глава третья. Жизнь за границей. Мюнхен. О, Сюзанна, о, Сюзанна, со словами пропетыми хором вчера в симплициссимусе продираю глаза, вылезая из легкой, взлетевшей огромной перины, на свист под окном. Расскажите вы ей. Босыми ногами на пестрые коврики луч из окна бросил сети сияющих пятен меж розовых стен и меж красненьких креселец чистенькой комнатки. В месяц плачу за нее двадцать марок. К окошку его распахнуть я высовываюсь, не меня. Это наискось кто-то в изогнутой шляпе, в коротких зеленых штанах и в цветистых зеленых гамашах, сметая с плеча пышный, веющий складками плащ, под окошком высвистывает и махает крюкастую палкою. — Русские. — Мотивам гуно. Расскажите вы ей. Вызывают друг друга под окнами. Русские. — Каждая нация здесь, корпорация, даже кружочек, имеют свой свист. Вам подъезд не откроют. — Недавно забывший свой ключ, я ломился сюда целый час. Было два часа ночи. Хозяйский колпак, белый с кисточкой, высунувшись из окошка, сперва читал, а потом уже с грозным прикряхтом явился в распахнутой двери. С тех пор три ключа от подъезда, квартиры и комнаты, вечно на мне. И под окнами мы пересвистываемся условными свистами. Не распахнется. Хозяина нет. Уходи. Я, Владимиров, Вулих и Дидерихс, вызываем друг друга мотивом разлуки. О Вулихе Белый сообщает в письмах к матери из Мюнхена от 22 октября, нового стиля, 1906 года. Провожу время только с В.В. Владимировым, да еще с одним русским, и 31 октября, нового стиля, 1906 года. Один только русский еврей, друг В.В. пришелся мне очень по душе. Это социал-демократ, человек благородный и неподкупно честный. Может быть, через месяца-полтора он будет в Москве. Прошу тебя, милая мама, отнесись к нему по ласкови. Он такой одинокий, гордый и замкнутый, с виду даже неприятный, но в душе удивительный человек. Я дам ему письма к московским знакомым. Вот моющий воздухом ветер взвил в небо сухой красный листяный винт. И уж тянет на улицу. Пот, точно призрак, пылящий фонтаном, клонится на мрамор из темной свисающей зелени, видит свое отражение в бассейне и слушать вздыхание струй. Кофе выпито. Быстро одев свой зеленый, баварский, короткоштанный костюмчик с узорчатыми гамашами, бросив на плечи накидку, лечу я над, до белизны, до зеркальности, бледными плитами вымытого тротуара. Навстречу несутся цветистыми пятнами белые, оранжевые, малиновые каскетки студентов. Сегодня парад. Где-то хор трубачей. Голубой офицер, обвисающий белыми перьями каски, бело-голубые знамена несутся, летят голубые трамваи. Твое впечатление, Мюнхен, какое-то бело-голубое плескание, фантастика, серые до белизны силуэты и башены шпицев и арок, и статуй, врезаемых в небо, фантастика, парк, пропирающий в центр, убегающий в лес, из которого лупит козел, чтоб в аллею свой выставить рог из куста. Все, какая-то детская книжка с картинками, и жаждешь увидеть, как мюнхенец штук, расплодивший в Европе кентавров и фаунов, пройдет по панелям, ведя за собой сатирес. Романтика-готька в перебое со стилями разных луи и с показом безвкусицы, сецессионом, придуманной Грецией, плоды творения кажущегося добродушным и шутоватым баварца, готового даже отпеть с опереточной сцены свой собственный быт горлом, строя колено. Такие ж, какие потехи ради для барина строит ногами мужик, неохотно пустившийся в пляс, звук тирольского йодля стоит неумолчно, как песенка мюнхенцев. Йодль — тирольское горловое колено, которым горцы перекликаются в горах. Песенка мюнхенцев «О Сюзанна, так хороша жизнь! О Сюзанна, как вкусно пиво!» С барыш-страссы шагаю к зеленым газонам огромного здания Академии. Многоступенчатый всход его в пятнах собравшихся пестрых натурщиц, мимо которых в широких шляпах, в надувшихся ветром плащах, дымя трубками мчатся художники всех национальностей, за исключением баварской, которая им покровительствует, извлекая из этого пользу моральную и материальную даже. Ведь Мюнхен, сбирая с них всякие дани, сто лет упрочняет свою репутацию новых Афин. Академия влево от мраморной, белой, лепной, изукрашенной темным орнаментом арки, увенчанной девой с копьем в колеснице, которую тащат косматые львы. То ворота победы. Ильзигестор. Арка же делит кварталы, аристократические от квартала рабочих, художников. Этот квартал перерезает от Зигестор улица, Леопольстрассе, огромные пирамидальные тополи озеленяют ее, здесь светятся художники. Студии здесь громоздятся на студию, громко рояли в открытые окна бросают на улицу Шумана, Шуберта, Баха. Проходишь по ней, замечаешь, дома и прохожие проще, бедней. Здесь дешевле квартиры, дешевле табак, здесь воняет сухой, сухопарой сигары, Виргинии, пивом и жареным. Ленин жил в Швабинге. Вправо от Зигестор чистая и широчайшая улица, то Людвигстрассе, и сколько б на ней не слонялась народа, пустая она. И она открывает миражи дворцов, башен, шпицев, скульптур, пред которыми прядуют пылью фонтаны. Безвкусие зданий модерн расступается здесь перед более строгой линией зодчего клянца. Коли пойдешь от ворот, то направо университет, где сердца прошибал свои лекции Шеллинг, и где читал в мое время эстетику липс. Его слушали прикатившие из Москвы молодые философы Топорков и Кубицкий. Перед университетом, под брошенной пылью, играет немой белоснежный фонтан, а напротив стоит благородное здание, то библиотека. Меж Неве и Чопорном иезуитским колледжем, меж каменными плосковатыми монументальными вазами, узкий проход в обвисающий золотом Английский парк. Там безлюдно, свободно, тенисто и густо, аллеи, поляны, газоны, беседки, висящие мостики, кубы каштанов, дубов, вязов, и чащие заросли, переходящие в лес, там за лесом увидишь, играют снегами тирольские альпы. Бывало, пройдя Людвиг-штрассы, стоят пред готическим каменным сооружением для караула. Солдаты бросают утрами здесь выше носков свои пятки, пред патриархальными семьями, прадеды, деды, отцы, сыны, бабки, украшенные добродетелями. Миловидные дочери, внуки кричат «Хо-хо-хо» богу, кайзеру, регенту, старой Баварии. Улица здесь подмывает к развязности, шутки подносятся здесь, как качели, как спичечный вспых, вызывающий взрыв. Видел я, как какая-то группа студентов, построившись в ряд, шла подбрасывать ноги под носом усатого шуцмана, выпить и в груди. Они заходили вокруг, пародируя точно солдат караула, а на тротуарах уж драли животики. Шуцман лишь морщился, идиотизм здесь ходит на длинных ходулях и им аплодирует. Тресни ходули кого-нибудь в лоб, появляется шуцман, а тот, кто животики драл над ходулею, тащит в участок ее. И сам регент из окон дворца, тоже дравший животик, теперь издает против этой ходули закон. Он, и за это-то, принцев баварского дома мещане встречают громовыми хохами, раз в Нимфенбурге близ Мюнхена. Мне показали на старенького буржуа в котелке, апатично гулявшего в желтой аллее под замком, наш принц, практикующий доктор. Хох, равносильно нашему ура, Нимфенбург, загородный королевский замок с парком. Я видел проездом здесь бывшего кайзера. Кайзер сидел, разваляся, в коляске с холодным, несвежим и серым лицом, с носом, гнувшимся из перьев каски. Торчали усы его так, как торчали они в этот день у дворцовых, изваянных львов, что потом подчеркнул симплициссимус. Кайзер так нехотя к каске прикладывал руку, баварцы глазели без хохов, но тотчас за кайзером хохами встретили принцев своих. Гогенцоллернов здесь не любили и в пику хвалили своих, но свои показали себя через несколько лет, туго Мюнхен стянув иезуитским корсетом и рот заклепавший цензуры ему. Все наполнилось вдруг, зашнырявшими черными широкополыми шляпами и длиннополыми, туго застегнутыми сюртуками святейших отцов, точно не тыпырями, но это случилось, когда умер регент. А вот и дворец. Жил в нем Людвиг Баварский, друг Вагнера, мучаясь с душевной болезнью. Здесь все полно слухами. Регент убил его. Ныне разбрюзший восьмидесятилетний старик, он стал наш для баварцев, он очень боится и чтит тоже нашего социалистического депутата Герб Вюльнера. Было в Мюнхене три короля. Регент, Вюльнер и Ленбах, и, кажется, жалким мне переданный анекдотик, как регент на предложение министров открыть здесь публичный дом, выразился, зачем, когда Мюнхен сплошно этот дом. Церемониалы принца-регента, отведывание первой кружки в такие-то числа варимого пива, в такой-то пивной, он и сам пивовар, содержащий пивную, свою, королевскую, ставшую клубом пивных толстяков, государственность, можно сказать, что пивная. В парламенте здешнем многочасовые дебаты о ценах на кружки, о том, доливать ли сполна пивом их и оставить для пены пространство с полпальца, волнение возникнет в том случае, коли, не долив, увеличить на палец. Я здесь себя чувствую точно в комедии. Глаз мой, засыпанный точно песком красным криком, теперь отдыхает на цвете зеленых штанов, заменивших мне красное домино, а кинжал заменяет мне трубка. Почти у дворца королевский и театр, всем известный в Европе по праздничным августовским постановкам творений Вагнера, не уступающим даже Байрейту. В Баварии точно арена для празднеств. Раз в несколько лет сотрясается трубами Мюнхен, то праздник стрелков, вереница процессий в средневековых одеяниях, здесь карнавалы разгулами орлики-неады побили рекорды других городов. Здесь три дня всякий чмокает кого угодно и ноги дерет и отламывает дурака. В октябре вокруг статуи национальной Баварии бьют на повал многочисленные горлодралы, и каждый, держа в руках книжку, исправясь с номером, выставленным на эстраде, уткнув в книжку нос, рот раздрав распевает бездарную песню под номером «Это Октоберфест». Под головой национальной я был. Не ревел рот раздрав, как Владимиров. Неподалеку от Мюнхена в обер Амергау раз в несколько лет исполняют мистерии страсти Христовой. Пройдяся по Людвигштрассе, оказываюсь в центре города, старые новые башни и шпицы, среди которых облепленные скульптурой и башенками под главной башнею белые здания новоостроенные ратуши, силится перекричать своей готикой готику. Традиционный баварский народный праздник, проводимый в Мюнхене, ежегодный с середины сентября до начала октября. В очерке «Мюнхен» 1906 года Белый пишет «Мне посчастливилось быть на народном празднике Октоберфест». Баварец отправляется из города в эти дни в специально для этого праздника воздвигнутые на широком поле пивные волгалы неимоверной величины. Тиролец-капельмейстер раздает народу книжечки с песнями, прославляющими пиво и жизнь, и под музыку их затягивают тысячи крестьян, крестьянок, солдат и интеллигентов. Сюда приходит баварец молиться своему богу и раздирать рот в песни. Арабески, страница 366. Если спущусь теперь влево, то попадаю в кварталик семнадцатого столетия с роем крутых черепичатых крыш, над домками с оконцами, с выставленной из оконец большой головой в колпаке, лицо красное, бритое, в мощных морщинах, а войлок растрепанный прямо и шеей растет. Точно уличка с домом и с бюргером выскочила из полотен Гольбейна. Стена выгибает дугу фонаря, он большущий, зеленый, пристарый, тусклит огонечком над улицей, в пять шагов, как в театре, то ау, старый Мюнхен. Коли заверну я от ратуши вправо с отклоном в назад, я запутаюсь в уличной сети, обставленной бурыми и бурорыжими тяжеловесными зданиями. За зеркальными окнами выставка ваз, инкрустации, эстампов, скульптур и полупудовых, золотых переплетов, подобных Евангелию, выносимому дьяконами, то Евангелие от искусства, плоды крохоборов. Здесь улица брызжется просверком говоров, в матовом золоте речи немецкой баварское шо вместо зо, вперемешку с рубиновым жи или джи итальянца, и вдруг полыхнет изумрудами русский. Меж картинных табачных и книжных палаццо, отели, кафе, изукрашенные золотою и мраморной кариатидою, розовыми, голубыми, седыми колоннами, шаг утопает в коврах. Тут маститые, очень традициями, а Аугустин Эрбрей, всегда пустая пивная, таящая в сумерках зал резьбу темно-коричневых сплошь деревянных скамеек, столов, стен, украшенных изображением святого младенца, держащего в ручках попенистой кружки, Сюда приходил, когда начинал утомлять меня солнечный свет, ядовитый, пронзительный, как золотая мелодия Вельзунгов, сладкая до самоотравления организм. Змея подколодная тихо ползла на меня из России, бессмыслием только что пережитого там. Здесь мне казалось, что я не в пивной, в каменистой пещере старинной Германии третьего века, глотал я коричневое с легким просверком пиво, Вставала затея уйти, как в леса, в мне чужую, далекую жизнь, не вернуться на родину, чтобы неузнанным странникам пересекать этот сумрак коричневый, И вдруг, увидев стоящего перед потоком лесным, как и я там стоял над него, и подойти, и сказать ему, «Брат, может быть, так и следовало». Я расплачивался, выходил, бирюзовые воздухи дули и солнцем облещивало, Но я свертывал в тихие улицы мимо кафе Луит-Польт, где есть зал-конференц. В нем я высидел столько, и через шесть лет в зале слышал ответ на вопросы сознания, Вставшие некогда у Аугустинер. Свернув в криву ли, разбиваешь свой лоб о нелепые серые камни стены, Ускакавшие под небо гигантами башен, венчанных зелеными челмами, То фрауэнкирхе творение оригинальнейшей готики — уникум некрасоты, а не лепейшего парадокса. Сворачиваю и пронырами улиц бегу к плацгазону с подрезанной и перечесанной травкой, Кольцом окружают веранда, обвитых цветами отелей, а посредине газона стоит обелиск. Глипотека стекольной стеною светлеет и смотрит на толстых, не очень высоких колоннах простой, Архитрав пропилей, под которыми, может быть, сам Генрик Ипсен. Касаясь о черной перчатку и крае цилиндра стоял, разумею, не Ипсена, Пыжика, карлика в белых ершах, заколоченного точно в гроб в свой сюртук, от которого стаи шарахались шапки, ломавших поклонников, точно бабахало в них десятью пистолетами. Пыжик родился в Тироле, носил к ледникам подбородок квадратный. Нет, Ипсена, черноволосого говруна, поднимавшего ветер взволнованных слов, вижу я, проходящим от толстых колон к обелиску, от солнечных взлетов фантазии о Юлиане-отступнике, к мумии Боркману. Может быть? Вот и тяжелый бассейн с беломраморными водяными быками и прыщущими во все стороны косыми струями гордость всех мюнхенцев выбил его Гильдебранд, автор очень тугого труда, тоже выбитого из цилин-кантианской эстетики. Сколько пыхтя над ним выкурил трубок Владимиров! Труд был указан профессором Герр Габерманом, забытый в восторге пред краской Рублева. Владимирова занимает море, он глотает слюну над штрихом, все колбасочками. Гульбрансона, веселого карикатуриста из недр Симплициссимуса, очень левого органа, группа художников и публицистов. Работают в нем Гульбрансон, Тони, Гейны и Шульцы, художники. В нем пишет Голичер, сатирикон, только тень Симплициссимуса. Возвращаюсь примехонько на Барерштрассе свой круг, описав мимо новой пинокотеки. Вот старая пинокотека, живу от нее на расстоянии трех лишь домов, каждый день я сюда, да стоять перед тем или иным старым немцем, неделями я изучаю полотных, краски, и впивая, читая труды, посвященные им. Симплициссимус, иллюстрированный еженедельник, основанный в Мюнхене в 1896 году, отличался остро сатирической направленностью. Сатирикон — еженедельный сатирический журнал, выходивший в Петербурге в 1908-1914 годах. Художественные музеи Мюнхена, расположенные на Барерштрассе, новая пинокотека, экспонирующая европейскую живопись и скульптуру конца XVIII-начала XX веков, и старая пинокотека, где собрана в основном живопись эпохи Возрождения, преимущественно нидерландских и немецких мастеров. Пинокотека как дрожжи мысли Старая пинокотека становится лабораторией мысли о глазе, о краске, культуре искусств, о XIV и XV веке им предшествующих. Грань, лежащая меж Возрождением и Средним веком, есть мнимая грань. Вольгемут, Дюрер, Пахер, Бургмайер, Альдорфер, Цейдблом, Балдуингрин, кореницы одновременно в Эразме и в готике Роберда Люзарма, Амьенский собор, Монтрейля, Эрвена фон Штейнбаха и в Старом Кёльне, во Фрейбурге, в Страсбурге. Изучаю различия меж Старой Кёльнской школой, злоупотребляющей золотым фоном фламандской и южногерманской. Последнее зачаровывает независимым огнем своих красок, реалистическую деталью и интимизмом. Мои любимцы Цейдблом, великолепный Шонгауэр, Кольмар, Тиролец Пахер и Вольгемут, ученики которого оспаривают фламандцев от Дюрера до Луки Кранаха, старшего. Часто часами сижу я в пустом кабинете гравюр над альбомами Сегонтини и Клингера, для понимания отличий гравюра модерн от следов на дереве риса Дюрера. Белый сообщал матери из Мюнхена, вдумчиво изучаю старых немцев, и почти каждый день до двенадцати часов, в двенадцати до обедать, сижу в гравюрном кабинете пинокотеки. Из писем Андрея Белого к матери в книге «Памятники культуры. Новые открытия». Ей же он писал 14 октября нового стиля, 1916 года. Здесь есть подлинные гравюры Дюрера, этого гиганта старогерманской живописи, Леонардо. Есть и гравюра Клингера. Старые художники поразительны, а молодые немецкие художники значительно уступают русским. Потом прибегаю к Владимирову, товарищу по гимназии, университету, сооргонавту, переживавшему революцию так же, как и я, и сплетенному со мной по новому мыслях о живописи, кто же выше, германец Грюновальд или фламандец Массис. Я тащу к полотну неизвестного мастера жизни Марии. Он хочет меня соблазнить перспективными головоломками Рубенса. Даже бросая свой класс, для меня он является в пинокотеку, наглядно доказывать мне, что похищение Сабининок есть чудо, что Рубенс не понят, что можно его проваливать и возвышать все от глаза, и умение видеть, науку разглядывать, он проповедует еще до Водкина. Для Владимирова исключительно роль Нидерландов, дающих в пятнадцатом веке толчок к возрождению музыки, вызревшей на их дрожжах, что для дюрера готика, то для люли, скорлати, ромо, даже баха, усилия контрапунктистов-голландцев предшествующих столетий. После Франкона Кёльнского, тринадцатый век, изучившего жизнь интервала и роль диссонанса, и после работ философствующего математика композитора Йоганна де Муриса, четырнадцатый век, нерв развития музыки дан в нидерландцах Дюфе, Окингейме, в Жоскене де Пре, в Пьере де Ла Рю, в Виллаэрте, учителе Царлино и основателе музыкальной школы Венеции, в Гудемеле, творце римской школы, работавшем в Риме, в Париже, в Орландо Лассо. Они открывают пути Александру Скарлатти в Италии, люли во Франции, баху в Германии, Генделю. Деятельность этих тружеников звучит в унисон с Вандервейденами, Ван Эйками, Мемлингами, Массисами, Дирками, Боутсами, завершаяся в Рубинсе, в непревзойденном Рембрандте. Владимиров думает, так, меня ж тянет в Кольмор, Грюн и Вальду. Но вот в чем сошлись. Композиции ярких художников и величайших ученых, вполне имманентны друг другу, что явлено в красках сперва, то позднее орнамент из формул, и далее космосы точного образа по Микеланджело строятся в образе точного космоса у Галилея, Коперника, Тихо-де-Браги и Кеплера, тоже художников, изображающих ритм упадающих или крутящихся масс. И воистину, образ художника передает свой размах достижения механики, физики, так как в Элладе владение изобразительностью, породившей Фидиев, выточнилось в достижениях геометров, тоже художников форм, и Кеджори, историк наук, мыслит так. Еще в Мюнхене эта догадка встает. Понимание культуры, по-моему, есть понимание периодов, сложенных из компонентов, всегда превращаемых, эквивалентных друг другу. И мысли статьи «Принцип формы в эстетике», только что мной напечатанные, переношу на культуру, ища в многоличии всех кинетических метаморфоз, как механики, физики, живописи, астрономии, как математики, музыки, той же энергии, потенциально загаданы. Вижу, плоды Ренессанса и искусство изживают позднее себя в достижениях чистой науки. Умение красочно выявить трюк перспективы становится опытом оптики, линия формулы. Сближена невероятно в XVI веке научность фантазии у Микеланджело с творчески воображенную формулой Галилея. Когда он в Пизанском соборе увидел качание светильника, сам Галилей как нарочно родился в год смерти художника, чтобы воплотить в точных формулах то, что культура искусств до него преднаметила. Мне открывалась реальная связь меж теориями перспективы и межгеометрией, между космизмом всех образов Анджело и композицией неба небесной механикой. Связанность с нею дальнейших открытий падения тел, тяготения, принципов Ньютона, явно открылась связь ритма с теорией групп с высшей алгеброй. В Мюнхене силился видеть я эквиваленты и величины, обратимые в фазах культуры. В Баварском музее разглядывал памятники немецкой нации с времени Римской империи, пристально вглядываясь в изображение готических памятников, интересуясь и Ленуаром. Ленуар — французский художник и собиратель статуи в эпоху конвента, впервые указавший на значение готики для нашего времени и открытым им музеем, и описанием памятников в своей книге о них. Владимиров все интересы свои ориентировал на XVI веке, переводящем образы воображения в энергию мысли, и здесь упирался к досаде своей в quattro cento tre cento Италии, и решено — мы там будем весной. Я готичнее настроен. Понять Ренессанс как явление, ставшее, значит, увидеть его становление под оболочкой готики, даже схоластики, через брунетто латини, петрарку, джиотто, родившегося из мозаики. Я протянулся к Сицилии, к мозаичистым, к языковым достижениям пред Ренессанса, сварившего здесь из латыни народно звучащую итальянскую речь. Даже в поисках эмбрионов Возрождения я не увидел позднейших шагов Ренессанса, ища гуманиста в душе трубадура, ища трубадура в обезземеленном рыцарьке, вынужденном к приключениям, оправдывающем все погони за средствами, высшими целями. Очень чуждаясь о сколастике, готике, как таковых, я их брал как беременных будущим всем, в Абеляре, в Ружере-Беконе, в Амьенском и Реймском соборах, в строфе провансальской поэзии, а не в Фоме, не в Бернарде-Клервозском, и за каркасами рыцаря, бронею, забралом, увидел перерождение второго сословия в третье, перерождение рыцаря в авантюриста. Перед нами все фазы его. Феодал, крестоносец, странствующий бедняк трубадур, порождающий авантюриста, художника, освобождаемого гуманиста, который родит либерала. Он сам, порождение капиталистических, еще неосознанных сил, все то стадии облиняния рыцарства. Готику, даже схоластику, вижу то в свете прошедшего, то в свете будущего. Не могу разделять я учение о двойной истине, силясь его понимать, как симптом, совершенно реальный и без метафизики. Верю, чтоб знать, или знаю, чтоб верить. О лозунгах споры велись, спор Ансельма, Вильгельма и Шампо с номиналистами и Сабеляром, симптомы борьбы в организме, дающим зародышу соки в ущерб своим силам и вместе отстаивающим свое бытие. Средневековое, верю, мне догмат из знания мощи рождаемого человека, пока еще только зародыша. Он, нерожденный, увиделся в небе младенцем божественным. Средневековое же, знаю, есть догмат лишь веры в неведомого Аристотеля, будет изведом в тринадцатом веке. Мысль грека — цветущая девушка. Она живет для себя автономно, а гетерономность, убожество мысли, схоластика напоминает мне эту же девушку, но подурневшую, связанную, забеременела и живет не собой, а процессом питания зародыша, вера в него и ее мистика. Словом, схоластика, как размышление о мыслях Порфирия, перекалечившего Аристотеля, мне неприемлемо. Она волнует, как предвозрождение. В таком освящении она не прочитана. В Мюнхене я углубляюсь впервые в проблему прочета, еще предстоящую мне. Полагаю, что кинетическая энергия средних веков есть неправильное применение греческой логики. Потенциальная же их энергия — акты питания старыми соками новой души, отражающие формирование нового класса, отсюда и мистика, пересыхающая в теологию, но и могущая переродить свое верю в хочу, ибо мистика этого времени бьет одинаково в спину и феноменалистов, и так называемых реалистов, кинетическая энергия возрождения, раскрытие веры, как только свобода сознания. Я сознаю, стал быть, я живу. То это будущий лозунг Декарта. Потенциальная же энергия, данная нам возрождением, есть выпирание нового класса. Его пионеры — суть гения авантюризма, ударившиеся в скопление богатств в применение к технике принципов знания. Имеется в виду работа Порфирия в видение в категории Аристотеля, 3 век, бывшей для средневековой философии основным толкованием Аристотеля и оказавшей огромное влияние на средневековую схоластику. Поставленный Порфирием вопрос о реальности понятий послужил основным исходным пунктом для дискуссий между реалистами и номиналистами. В Пинакотеке Владимиров передо мною растет. В Москве дамы считают его русским гланом, за добродушие, утаивающие что-то свое, что весьма нелегко обнаружить. Глан — герой романа Кнута Гамсуна Пан. Здесь переполотными Рубенса став, от него отступя, но впиваясь глазами в него, проводил он идеи, рожденные в клубах табачного дыма. Передо мною вставал очень большой человек, но который, увы, не оставил следов для искусства, в нем жили себя не нашедшие Врубель, Сарьян или Водкин. Валерий Брюсов открыл мне структуру стиха. Мэттнер вскрыл ухо, Владимиров учил видеть. Серова, Коровина, Врубеля, Нестерова — еще в дни, когда были юнцами. Он в Мюнхене вырос в философа. Жалко лишь то, что к ущербу художника. Досели сильного в нем, Гергаберман его точно сломал. Он хотел одолеть перспективу, поставивши невыполнимые цели, убив колорит свой и отяжелив свой рисунок. Он стал сознавать, что года еще нужно учиться, не год, на который едва нацарапались деньги. Он рассчитывал каждый свой фенинг. Он уже понимал, что, отбившись от старой манеры письма, не даст новый, и это сбылось. Он промучился несколько лет. Не идя на сенсацию и отстраняется от крикунов легкой кистью, он с горечью бросил и кисть, а в последнем свидании со мной признавался, что главная его работа — трактат по теории живописи. Не забуду слов, брошенных им перед старыми немцами. «Вы посмотрите», — показывал он, — «воскресенье», — писанное итальянцем. Что делает он? Он бросает нам образ оттуда в суда. Композиция успокоительна, но между нами и образами все ж остается ограда. Как выписано! Мы за ней созерцаем, как сон воскресенья ангелов. Эта гармония форм высекает маячащий свет, он не греет. «Теперь мы пойдем», — вел к старинному немцу. «Все то же. Христос и два ангела. Как все убого, наивно, детали уродливы, где тут гармония. Но тепловую струю ощущаете вы из теней, и она согревает родство, которое даже милей красоты. Итальянец слепит, но не греет. Он ставит ограду меж чудом и нами. А где здесь ограда? Вы взяты в нее, и она за спиной у вас. Вы, включаясь в композицию, перебегаете к гробу. Тень теплая греет деталь. Эту маленькую, нежно выисванную собачку вы любите. Вляпана в чудо, чтобы в чудо вобрать обиход вашей жизни и этим вас с чудом связать. Итальянец прекрасно покажет, а немец введет вас. Теория двух композиций меня зажигает, и я сознаю, привлечен я Грюн-Эвальду трагизмом, которого нет в итальянцах. А ведь современность дана нам трагизмом. Я строю теорию. Старые немцы нам ближе, и сводят с ума бичевание красной краской и выражением бичуемого Грюн-Эвальд. Узнаю я бичуемого. Это я в Петербурге и в Дедове, перекривленный бичами до домино. Как же я не узнал в домино во границе, и как не узнал, что терновый венец был надет. Я же сам еще прежде писал. Неужели меня никогда не узнают? Я сам не узнал себя. Знаю, Грюн-Эвальд, еще будущее. Песня зимнего странствия лейтмотив странствия моего. Бирюзовые воздухи холодно дуют, и солнце бледнее облещивает, тень теплей. И бегу пропелеями. На зиму заколотили досками, как в гроб положили бассейн Гильдбранда. И мимо свой лоб разбиваю о серые камни стены. Фрауэн Кирха. И все мимо. Змея под колодные листьями гонится сзади. Спасаюсь в пустой я пивной. Вау, Густин Эрбрей. Взор погружая в коричнево-темную тень. И глотаю коричневое с легким просверком пиво. Уйти бы. Уйти. Не вернуться. Неузнанным странникам пересекать этот сумрак. Увидев страдающего. Своим сердцем приподнятым точно фонарь. Осветить ему путь. Сказать. Брат. Сколько раз шли по швабингу из пинакотеки обедать. Я упорно молчал, подымая перед собой вопросы свои. Кем же волил ты быть там, бечующим или бечуемым? Ветер, взвивая плащи, проносился винтами по плитам холодным, кидая сухими и красными листьями. Быт. Отмахавший пол швабинга свертываем в столовую для бедняков и рабочих. Все просто. Столы, лавки, стены и груды тарелок, ножей, жестяных мятых ложек, вооружаемся ими, и двадцать пфенингов суп, тридцать братен, жаркое, кальб с братом, швейн братом, телятина, свинина. Забир десять пфенингов. Из черпака, перевязанной фартуком фрау, получаем свой суп. Очень долго выискиваем себе место за длинным столом. Горбоносы и люди, угласто расставивши локти, уписывают обед, стоящий Марку Владимирову непосредством. За Марку питается с ужином он. Двадцать пфенингов в вечер обходится суп из гороха, и пфенингов двадцать, чай, земмели. Маленькие хлебцы. Я с ним обедаю. Он познакомил меня с эмигрантом Евгением Вулихом, меньшевиком, и с очень тихим художником Дидерихсом, молодым голубоглазым блондином, сестрой его. Впятером мы гуляем, простаиваем под рогатую рожую фауна, протянутый из темной зелени, прыщет струей на мальчонка. Стоим под вилой художника Штука, который силится выглядеть Грецией, раз мне шепнули. Вон, вон, поглядите, Франц Штук. Белоштанник, визитки коричневой, коротконогий крепыш с толстой апоплексической шеей, лицо свое выставил, щуре под солнцем угрюмые черные глазки, с опломбом приставил ладонь к котелку, зажимая перчатку и трость головою вперед, точно бык круто перевернулся, пропал среди зелени. Видели? Владимиров в ульях меня посвящают в народную жизнь. Не в кафе Стефани, очень чопорное и пустое, где в два часа дня из окна торчит в улицу желтой спиной, желтым теменем сам Станислав Пшебышевский, кругом него пусто, вдали из пустыни столов кто-то, такой же известный, завесился Цайтунгом, здесь знаменитости первого сорта являются в два часа дня и пьют кофе, доперекатывают бильярдные шарики, скука здесь честь заведения. Незнаменитые люди, как я, пробегая под окнами, фыркают дымом в зеркальные стекла, одни имена европейских масштабов друг другу в кафе назначают свидание, делать тут нечего. Вот сейчас два часа, стал быть, Томас Манн, обитающий в Мюнхене, сел в Стефани, потому что для мюнхенца два часа дня означает «сижу в Стефани». Нет, уж лучше в пивной, переполненной красными, жилистыми, горбоносыми горцами, в ярко-зеленых и в ярко-коричневых куртках, в дешевых цветами кричащих жилетах, в дешевых цветами кричащих чулках, много масс, кружек осушают с утра они, с крыши висящий маляр, поработав, глотает из массы, им взятый под крышу, и массой кончает он вечер, вскурив не сигару, а палку, она чем длиннее, тем дешевле. Однажды я видел, вскочив из-за столиков, бросились с кружками на неудачника, над его кружку, и у кружку на кружку поставили, вырос столб кружек, и с криком вздирали носы, горло драли, и прибежавшая кёльня, шовчепчики, тоже визжала, схватя за живот. Что такое? Забыл закрыть кружку, ему и наставили кружек на кружку, наполнил он их на свой счет, таков местный обычай. Здесь временем правит гротеск. В голове Баварии статуи комнатка. Я в ней сидел. Это и есть голова всему Мюнхену. Тоже и здешняя кёльнарша, и ее обязанности на наскок грубоватой двусмыслицы лишь отвечать остроумием, перевоспитывая из кота. Часто кёльнарша, передавая Баварии, ставшей выше мещанистой гнэдике фрау, милостивая государыня, даже выше студента с разрубленную так эдак щекою, мечтающего, чтобы ему еще раз процарапали щеку, с царапиной каждой взлетает его репутация. Кёльнерши Мюнхена свойственны легкие флирты, романы, несвойственны ей проституции. Часто роман ее переходит в глубокое чувство, она молода, не глупа, а миловидна, лукава, во всех увлечениях своих волит брака законного, вооружаясь увертливым шармом. Она поднимается в гору, и часто студенты, художники, маленькие музыканты из Мюнхена ее увозят женой. Она знает, во всякое время ей надо стать выше путящей компании, что протрезвяз, про нее каждый сказал, Марихин — хорошая девушка. Вместе с тем ее обязанность не отшибить от локоля. Она есть явление скорее отрадное в мюнхенском быте пивном и табачном. Так мне напевает Владимиров. В королевской пивной свил гнездо нерабочий, а королевский толстяк. Сердце бюргеров, перенесенное вместо пупка, под которым взрывается урч от двенадцати выпитых масс, его жизнь протекает в наливе, а после в отливе. Таков мой хозяин. Впервые увидев меня, он с посапом, взяв под руку, затопотал убежденно со мною к известному месту. Запомните, шо? А то вечером, когда вернетесь из Хоффбрейхаус, вам будет казаться, что голова на полу у вас, а потолок под ногами, так надо уметь пробежать. И посаповая, топотал он со мною обратно. О да, потолок под ногой. Это быт государственного толстяка, и удой коронованного пивовара. Багровый толстяк, заседающий здесь из кони, отравлял ядовитыми газами даже свободных художников, здесь оказавшихся, пиво, политика и экономика Мюнхена. Гейна отметил, у нас только один великий оратор, но я убежден, что и Демосфен не мог бы так греметь по поводу добавочного акциза на солод ваттики. Гейна рисует его. Я бы принял эту голову почти обезьяней. На переднюю часть головы, выдавившую из себя лицо, богиня пошлости наложила печать с такой силой, что нос оказался расплющенным, скверная улыбка играла вокруг рта, и это Демагог. Демагог очень любит приплясывать с юношами и иностранцами. Плясом работает он на баварскую каску, вздыхая о добром правительстве нашем, в войне он лютеет. Жестокость баварца о ней прокричали. Толстяк, королевской пивной, в ней покрыл себя срамом, его добродушие, спесь хитроумной и злой обезьяны, сумевшей уверить других, что она из Афин. Мюнхен слыл за Афины. Шарм Мюнхена в том, что он пятнами легких цветов имитирует небо и воздух. И некогда Сецессион таки передавал добродушие цветописи. Скоро, тяжеловатую линию дуясь в Валайль в классическую перспективу, художник из Сецессиона лишь выдал огромный, но мыльный пузырь для искусства, который стал чтим. Но, увы, чтим, какой ценой. Сам художник Цирцеию, некое ее, был превращен в толстяка из Ратскеллера и получил из руки принца-регента громкий диплом на Гехаэмрата. Тайного советника Беклин и Штук толстяки. Дочка Грингмута стала женой сына Беклина, после чего и московские ведомости превратили его в перл создания. Беклин — багровый толстяк, уверявший, что он есть прокситель, а Мюнхен — афины. Романтика и белозадых наяд его и темнопузых кентавров почти порнография, нас уверяющие, что она — краска Рубенса. Штук буржуа, пожиратель кровавых бифштексов культуры, голоб же кентавров его превратился в голоб кавалерии. Скоро! Афины — искусственная аллегория, скрывшая только до времени каску и меч. Генрих Гейна уже говорит об Афинах. В Мюнхене, как в Макбетовской сцене с ведьмами, можно наблюдать ряд духов от багрово-красного духа средневековья, законного в броню, и далее можно наблюдать замки позднейшего периода, неуклюжие, в немецком духе, обезьянниче, с противоестественно гладких французских образцов. Великолепие! Архитектурный безвкусица с нелепыми завитками, с кричащей пестрыми аллегориями и картинами властителей, с красно-пьяно-трезвыми лицами. Гейна не видел действительной подоплеки безвкусицы. Мог он сказать, что безвкусица не оскорбляет уже. В 1906 году эта безвкусица таки пугала. С начала швайны и дико воскликнули пестрые аллегории Мюнхена, лик мясника приподнялся над кружкою у потребителя пива. Симплициссимус Симплициссимус был местом сбора художников из Симплициссиума, журнала, а стал местом сбора богемы Германии, Австрии, Венгрии, Чехии и Польши. Когда умерла Катя Кобус еще в 1923 году, я нередко в Берлине слыхал, как и вы там сидели, так мы земляки. Симплициссимус Воспоминания о молодости, о порывах для скольких. Сидели здесь Гейне, художник, Детлев, Лилиенкрон, Христиан Моргенштерн, Каспрович, Франк Ведекин, Голичер, Штук, еще какие, сколькие. Сиживал Игорь Грабарь, когда-то друг А.Ж.Б., которого имя связывалось с хозяйкой из Катти. Симплициссимус Сборный пункт художественной богемы Мюнхена Крошечный кабачок А приди сюда весь Мюнхен Весь Мюнхен сумеет рассадить за двумя десятками столиков умная Катти Кобус Сорокалетняя хозяйка с черными хмурыми глазами одновременно и строгими усадит и не будет тесно Белый Андрей Мюнхен вечером. Ей было за сорок пять лет уж морщиной чертили лицо с острым носом, со жгучими взбесками глаз, с волосами, как кокс, оттенявшими сочные темнопунцовые губы. Вся в черном шелку, со сверкавшей серебряной цепью на шее, дородная, пышная, сдержанная, помахивая своим кружевным черным веером, кутаясь в черное кружево, все посылало улыбки проказникам, впрочем, давало понять, что тон пошлости не соответствует этому месту. Студенты, актеры, художники чтили ее и считали за честь ей представиться. Мне рисовалась натурщица, с юности перешагнувшая через себя самое в неустанной поддержке непризнанного в свое время художника Ашби, ей ставшего другом, умершего рано и ныне гремевшего. Первая в нем увидала талант, собирала непризнанные черновые наброски, оказывала материальную помощь художественный кабачок с ударением на художественный, плод союза их. Я не видал ничего здесь кабацкого. Катя, привстав, брови сморщив, пристукнувшей палочкой веера, ей убивала в зародыши пошлость и снова садилась, и, кутаясь в черное кружево, нюхала розу, качалась на звуках в волне остроумия и принимала участие в нем. Всякие выпившие лишние ей устранялся. Когда он являлся сповинной, она, грозя пальцем, прощала, чтоб этого не было. Не ради выгоды месяцами безвозмездно кормила она бедняков, ей потом приносивших в подарок этюды, которыми ей украшались и комнатушки, способные Мюнхен вместить, они были кокетливы. В окнах снаружи был мрак, от тяжелых опущенных штор только вспыхивал красный фонарик в лозе над подъездом, глася «Симплициссимус» бодрствует. От десяти наполнялся, гремел на весь Мюнхен, к двенадцати часто гремел до утра, когда Катя учитывала нарушение и ею положенного полицейского часа покроет весь штраф, тогда, встав, с грациозной улыбкой кидала «Ну, дети мои, веселимся сегодня». Бывало, за входную дверью подымешь тяжелые ткани и глохнешь под звуками в тесненькой розово-желтой передней, где куча накидок и шляп, где одеждой ломятся вешалки, приоткрываешь вторую дверь на переборы веселого гомона, точно рубимого мощным рояльным ударом рапсодиалиста и вензель из взвизгов смычка и пристойный, дородный скрипач, уже лысый, привстанет со стула. Рукой, прижимая к груди, инструмент покачает ладонями. На помостик, покрытый ковром, в углублении стены истел рояль, он гремит, и скрипач, как седок, уж седлает смычком, точно шпорами, мощные рокоты, звучно качается корпусом, борзый рояль, точно конь, ударяющий звонким копытом, несется ландшафтом мелодий. Две комнатки точно срослись в коридор, плещет шелк выездных абажуриков, крыльями легких пунцовеньких бабочек, в пестре застекленных этюдов, все в кремовых рамочках, круглые столики в бархате, в нежных грибле, серо-синих тонах, здесь хрустальные блюдца с пятифурами, здесь пиджаки бледно-палевых и бледно-серых тонов с бледно-тонными, серо-кисельными, нежно-лиловыми галстуками, здесь проборы и лысины, здесь золотые пенсне, кружева, шелка, кофточек, перья буа, черных и пенистых, много юных, безусых, смеющихся, розовых лиц, средь которых солидные, бритые, ярко-ситые, актеры, писатели, профессора академии с именем, критики, а между столиками по дорожке грибле шелестит фрейлян, Анни, атласную черную юбкой, несется святым изумрудно-прозрачным бокалом рейнвейна, кое-где перекинутые от столика к столику с катертями покрытые деревянные доски, с двенадцати все помещение шарчной формы со столия и приезжающие из театра изящная дама в спадающих перьях с цветами в руке и в буа, кавалеры ее в тонной визитке слегка пожимают плечами и, и, ретируются. Штаб Катти Кобус имеет здесь место всегда, я имею честь числиться в нем. Катти Кобус ведет, чуть держа за рукав к тому столику, где по ее представлению следует сесть и показывает на него еще и с Доливейром Дорт там. Она знает, кому где полезней, кому где приятней, и вот результат. Оказались знакомыми Франк Веде, киндраматург с миловидной женой, Шолом, аж еще юноша, известный еврейский писатель, очень известный в то время поэт, Людвиг Шарф, анархист, публицист, тонколицей, брюзгливо рассеянный, мюзом, позднее фигуры советской Баварии, севшей в тюрьму, эскадрон польских критиков, юноша бледный, племянник философа Паульсона, Станислав Пшебышевский, почти не бывающий здесь. Мое первое впечатление от симплициссиума пестрий цвета, но тут же заметили русские, во мне рассказали стрекоробы Катти, она швиличаво ввела в круг гостей своих, я для нее покупал у цветочницы розу, все стало своим, Катти, публика и фрейлян Анни, высокая, стройная, юная девушка, почти красавица, стянутая черным шелком, с живыми глазами и с грустно-мечтательным ртом, проносилась под носиками по ковровой дорожке с рейнвейном и потчевала кальте-энте настоя ананасов в вине. Симплициссимус влек атмосферой безбытности, сливками интеллигенции, искрами шуток, взметаемых здесь, завозимых же из Будапешта, из Вены, Берлина, Варшавы и Кракова, и, как конфетти цветных афоризмов, взрывались и падали тотчас же в звуки рояли. Здесь юноши в светлых визитках вставали «белясо», чтоб выбить в ушном лабиринте строку. Поднимали стаканы свои и просили, устраивая страшный гвалт «пролетарий», расставивший локти, согнувший курчавую черную голову, густой бородкую в скатерть, а носом распухшим в стакан, там скорбил равнодушным лицом пролетарский поэт Людвиг Шарф. Поднимался руками, упершися в стол, и мычал угрожающий нам свой шедевр. Однажды, когда вихрь веселья взлетел к потолку, абажурики стали порхать мотылечками, сдвинулись к двум горбоносым венгерцам в коротких штанах в серо-зеленых гамашах, тут грянул чардаш, и венгерцы, вскочившие, схватясь за талии их, подкинув, схватясь за затылки, разбрызнулись вместе с задетым ногой столом. Дроботание двух пар каблуков, вероятно, подкованных, в пол, звон стаканов разбитых и дождь винных капель в лицо, а два тела, слитые в одно засквозив, стали вихри, проходившие пощечинами разлетающихся пиджаков по губам, по носам, по щекам. Симплициссимус сливки Берлина и Мюнхена, но не Москвы. Для нее эти сливки еще молоко. Сам отстой афоризмов в Москве нам казался игрой в дурачки. Мы, вкусивши от сливок уальда, узнали щиту афоризмов, коль пища ина изъята. Снобизм казался остынувшим блюдом, и, кроме того, в Симплициссимусе заседало пять-шесть остроумцев, все прочие непропеченные тесты еще молодых модернистов. уста этих юноши произносили лишь «интересант», «файн» и «тиф». Интересно, тонко, глубоко. Так что, вынужденный говорить, через несколько дней я взял тон превосходства над группой юнцов, хоть немецкий язык мой хромал, они слушали и все поддакивали. «О, помню студента из Шваби и Гейгера, был темпераментен Шваб остроносом лицом, на котором пылали багровые шрамы, он стал забегать ко мне, неся ушни ты. В Мюнхене было обычаем ужинать группою, Гейгер таки надоел, от него улепетывал, он, погонявшись, обиделся, раз скрестив руки, ко мне подступил, стал фиксировать, после чего я был должен вызов послать ему, корпоративной обычай, а я отвернулся, отстал. Аусшниты, наборы колбасных ломтиков вместе с хлебцами, составлявшими студенческий ужин. Симплициссимус я посещал каждый вечер еще потому, что я жил от него в двух шагах, пробежавший по уличке и соединявший мою Баррэр-ш-трассе с Тюркен, свернув, я был там, раз меж столиками передо мной возник Игорь Грабарь, мы с ним провели два-три вечера в долгих беседах о здешнем искусстве. Я плавал в его ядовитых сарказмах по адресу Мюнхена, веяло воздухом мира искусства, который в России казался давно передышенным, здесь он казался озоном. Вдыхание мюнхенцев сквозь полоскание о долями дурной запах шел, это последствия мюнхенской кухни, а Грабарь стоял за французскую, знал, как пять пальцев он мюнхен, когда-то прожив в нем и пользуясь обществом ажби, пропятив губу, он выцеживал мнение, небрежно, ленивейше, и еле-еле кивочки бросал уважаемым старым знакомцам. Запомнилась мне тугая его остриженная догола красно-розовая голова, совершенно безбровая, с очень большими ушами и с малыми карими глазками. Походил он на фавна в дрожащем пенсне и губою и острой бородкой, визиткой табачного цвета, лиловую ленточкой галстука не отличался от мюнхенцев. Вырос внезапно, совсем не вошел, точно он содержался в подвале, локалия со времени ашби, подобно вину, отстояться и вновь приподняться из люка, лениво оглядывал прежних друзей, вид имея почтенного циника, живы курилки, пропал, провалившись как в люк. Шолом аш Станислав Пшебышевский Я раз наблюдаю шумевших поляков, им бросил бокал, пью за вашу свободу, вскочили с бокалами чокотца, перетащили к себе изливаться в симпатиях. Плотный блондин в эспаньолке в пенсне в светлой паре мне выбросил руку гробовский поляк, драматург, публицист. Бритый юноша, вспучивший чувственно красные губы и вылупив пуговицы без ресничных глаз, изгибался, качаясь локтями, кистями, бросая и вправо и влево огромный изломанный нос, и качали с волос точно шерсть жестких кольца. Когда аж мы остались вдвоем, то он, тыкнувший в грудь себя пальцем, внедрял в моей памяти «Аш, аш, еврейский писатель, шолом, это я», и показывал белые зубы, заранее радуясь точно дитя моему восхищению. Стыду моему о нем даже не слыхивал, только что вышел его городок на жаргоне, заставил меня много выпить. То он шлепал ладонью меня по плечу и давил подбородком, то, отъехав со стулом, валился назад, свои ноги вытягивая, эта ночь, проведенная с ним, мне изгладилась. Скоро нашел на столе у себя и от царапки «Бул-Аш», при приписке «Аш будет», и тотчас он с треском влетел. В синей паре, в молочного цвета жилете, при розе в петличке, с перчаткой в руке, зажимающей собственный томик, с надутой верхней губой, с бараньями кольцами в черных махрах, «Аш пришел». Не то пупс, пожирающий сласти, не то орликин, замахавший из цирка по улицам, выпуклый лоб в поперечных морщинах, как плакал, а белые зубы оскалины, не темперамент, а этно, взорвавшая скатерть, что пепельница покатилась по скатерти, книга расшлепнула смятой страницей на спинке дивана, а кресла мои подбоченец составили круг вокруг нас. Мы хватались руками, он под потолок запускал горловые какие-то песни, а я, при попытке стихи прочитать, оказался раздавленным в кресле коленкой, рука заковалася пальцами Аша, который рубил перекуренный воздух другою рукою, крича наизусть во все горло свое, свои собственные упражнения, зычно внушая на трех языках на немецком, французском и русском, которыми он не владел. Ну что, что вы, вы слышите? Выбросил перед собой свои кисти в лицо мне ладонями, вздернувший нос, не слова, а серебряные колокольчики. Был бы смешон в этом диком восторге пред собственным гением, если б не доброта, откровенность и молодость, словом, булл аж. Порешив, что я тоже талант, быстро вывлек на улицу. Кубарями покатились куда, для чего? Только помню, что у Стефани, аж держа меня за руку, вставший на цыпочки, носом в стекло, озирал пустовавшие столики, тщетно ища Пшебышевского, не было. О, вы должны его знать, как такой человек, я его приведу, я к нему поведу, я и он, вы и мы, и мы кубарями, покатились к Англискому парку под золото вязов и ясеней. Аж взбивал тростью багровые ворохи, остановив и своей ледяной пятибалой рукой заковав мою руку, опять издавал горловые какие-то звуки, свои колокольчики. Я познакомился со Станиславом Пшебышевским. Не помню подробностей встречи, ворвался стремительный аж, торопя меня, ждет Пшебышевский в кафе Стефани в два часа. Посмотрев на часы, я увидел, что мы опоздали, аж где-то застрял по обычаю, все же он вырвал из дома, уже подходя к Стефани, он мне бросил, вот-вот он, где улица пустая. Знал снимок с портрета писателя выпитый лик с сумасшедшими выпученными глазами козла, с бородой Фердинанда испанского, вставшего из мрака, этот дикий эротик, сошедший с ума Дон Кихот, отвечал представлением о Homo sapiens или о De Profundis, произведение Пшебышевского. И он соответствовал рою легенд, выступления на семинарии вунта, дуэли, испанские страсти, горячка де белая, как говорили о нем. Совершенно пустой тротуар. От дверей Стефани шел лениво сутулиса, плотный, широкоплечий, слегка рыжеватый мужчина, в простой желтой паре, в соломенной шляпе, с домашним, вполне простодушным лицом. Он казался мне маленьким польским помещиком, жизнь коротающим где-нибудь около Ковеля, полные, чуть красноватые щеки, вполне незаметные глазки, устало прищурясно солнце, рукой защищал их, на руку другую повесил пальто, узнав Аша, ему улыбнулся слегка и ускорил свой шаг, бросив пристальный взгляд на меня. Подошел, протянул свою руку, с простою и милой улыбкой, удержа мою широкой и теплой ладони, он стал извиняться, уж три, тут он вынул часы, запоздали таки, у него есть свидание, он спрятал часы, вынул книжечку, мне записавший свой адрес, потом очень бережно вырвал листок, передал и сердечно тряс руку, просил посещать его запросто, вторник с пяти четырех Бисмарк Штрассе. В движениях и в интонации что-то открытое, чуть мешковатое, пафос дистанции не ощущался ни в чем, как товарищ сконфуженный тем, что Литамина старше стоял перед нами. Вдруг не как помещик, а как изощренный испанец в плаще, снявший шляпу с расклоном всем корпусом, быстро понесся вперед, на ходу повернулся на нас, помахивая ладонью, легкий ветер трепнул его волос над крепкой спиною, подставленный нам, он исчез в пустой улице. Скоро я был у него, жил он где-то в долине, на отлете, мой путь перерезала площадь, не то недостроенный пустырь, его пересекши, искал бисмарк штрассы, все штрассы, тут точно одна, и те ж здания, и двери подъезда, в квартиры, едва отыскал его неосвещенный подъезд высоко, квартира простая, клетушки, не комнаты, в первый стол несколько стульев, рояль да диванчик, служила приемной, гостиной, столовой, бутылки вина, пива, чай, перед ними компания просто одетых людей, все поляки, Гробовский и с ним секретарь очень чтимого нами весами журналы химеры, сошелся я с ним, позднее пришел Паульсен, видно хозяин как гость и бедняк, меня встретил сердечным протягом ладони, он руку свою положив на плечо, вел к столу и усаживал распоряжайтесь, налив мне вина, деликатно дотронулся теплой ладонью своей угощайтесь, а сам протянулся к стаканчику с пивом глоточка на три, вот моя порция иначе смерть, и поймавший мой взгляд улыбнулся мне тихо он, я ведь приехал сюда умирать, жил еще лет пятнадцать, его нездоровое очень лицо и дрожащие руки с опухшими пальцами, грусть, все убеждало, что он не жилец, очень бедствовал, бедствовал, впрочем, всегда, с интересом расспрашивал о гонорарах и жаловался, что писатели польские бедствуют, их гонорары ничтожны, в России ему мало платят, задерживают, а собрание его сочинений не расхватано, там он гремел, как нигде. Собрания сочинений Пшебышевского на русском языке были выпущены в свет издательством «Скорпион» в 1904-1906 годах и издательством «Саблина» в 1905-1911 годах. Он помалчивал, нам подливая вина, и весь вечер щемило на сердце. Не помнилось, что знаменитый писатель враждебен мне художественной тенденции, грустный, больной, перетерзанный жизнью бедняк, заслонил все иное. И черноволосая женщина сблекла на остром лицом с сострадательной нежностью, как на ребенка смотрела на мужа. Я знал, что история этой любви драматична. Ее он увез от приятеля, первого мужа, талантливого Каспровича, ждали на днях его в Мюнхен. Подумала, взглядя в глаза тихой женщине, ей нелегко. И припомнились мне Дагни Христенсен, рано умершая, первая жена Пшебышевского, и Аугустин Арбрей, сумрак коричневый, дума о том, что след посох мне взять и сквозь годы пойти в одинокое зимнее странствие. Вот тоже он бросил Польшу, он гроб нашел в Мюнхене, ну а я где? Захотелось на руку его положить, свою руку, и руку рукою погладить, и тихо сказать ему, брат. Скучноватые вторники я посещал аккуратно, взволнованный горькой судьбою. Точно чувствуя это, ко мне относился он с легким оттенком признательности. Я принес ему номер «Руна». Он дивился нелепым роскошством номера и расспросил о Ребушинском. «С восторгом они напечатают вас». За это схватился. Я тотчас послал Соколову письмо, не дождавшись ответа уехал, но драма его появилась в руне. Раз зайдя, никого не застал. Просидели весь вечер втроем. Он рассказывал образно о пребывании своем в Петербурге, о том, как его охватила тоска там, с улыбкой вспомнил о Фекле, прислуга в гостинице, друг мой, единственный там. С интересом расспрашивал о революции. Я, разойдясь и мешая французский с немецким, чесает к три и рисовал перед ним нить событий, которых свидетелем был. Оживился глазами, усевшись на малый диванчик, с локтями в коленях следил из-под лобья за жестом моим, рисовавшим Москву. А когда появилась процессия красных знамен с красным гробом, стал ерзать, откидываясь, и рукой терзая диван, вдруг вскочил. Молодцы! И ко мне сразу видно, художник, вы ярко рассказывали. Я увидел московские улицы. Благодарю! И жал руку, волнуясь моими словами, забегал, потряхивая волосами, и вдруг, не хотите ли, я вам сыграю Шопена, его полонез? От поляков я знал, шебышевский пьянист, исполняющий неповторимо Шопена. Открыл он рояль. Севший на табуретик и руки бросая в колени, лицо опустил, и застыл, точно что-то выискивал, бросил не руки, орлины и лапы на клавиши, мощный аккорд сотряс стены, летучий легкий, понесся не в звуки, в огни охватившие нас. Кончил. Оба взволнованно встали, молчали. Хотелось обнять или уйти, ибо нечего к звукам прибавить. Я молча пожал ему руку, прощаясь, а он, светясь, точно в клетке, искал, чем закутаться, выскочил, снова вышел со свечкой в руке, на сутулые плечи набросив в свой черненький пледик с зелеными клетками. Темные складки упали до пола, закрыв ему ноги, совсем капуцин. Мы с такими встречаемся лишь в повестях Вальтер Скотта, взяв за руку, вывел на темную лестницу, путь освещая рукой со свечой. Тут вот не оступитесь ступени. Теперь выступало из мрака худое лицо, на нем прыгали отцветы. Дверь распахнул мне на холод и блеск, точно ртуть трепетали последние листья над тополем. Маленький месяц, сияющий до сеня, встал над подъездной дырой в тусклый круг свечевой. Выходило худое лицо с бородой Дон Кихота, два глаза своим фосфорическим блеском пропучес, погасли. До скорого хлопнула дверь. Мы не встретились. Через неделю уехал в Париж. Я позднее написал очень резко о нем, как писатели. В нашем коротком знакомстве тогда из-под маски величия и черного кружева поз он просунулся мне бедняком, босоногим монахом, закутанным в плащ, со свечой негасимого света, сердечного света. Хотелось сказать «Аве, фратор, привет, брат!» Вдруг ёкнуло точно предчувствие мне. «Мори Тури, лесалютант, умирающие тебя приветствуют». У Пшебышевского раз видел Аша. С ним виделся я в Симплециссимусе. И оттуда, как глупый карась на крючке, выволакивался в виск цветистых вайнштубе. Винный погребок. Он ел шоколадные торты и их запивал алкоголями. Шваркал на стол пяти марковики, бросив локоть, нос бросив в ладонь, между пальцами пучились красные губы. «Ах, Ашу здесь нечего делать! Ах, скучно!» Качались с волос завитые и шерсткие кольца. Потом с деспотизмом ребёнка тащил через тёмные улицы из Бунте-Блюме пёстрый цветок. В Цумфогель, Цуртраубе, Цумтиш, у птицы, у виноградной лозы, у стола. Раз я вырвался и убежал от него, так окончились наши свидания в Мюнхене. Встретились мы в кабинете у Гржебина уж через год, в Петербурге. Чернобородый Зиновий Исаевич Гржебин в очках роговых, припадая к столу, выжимал из него свои выгоды. А Аш, развалясь перед ним нога на ногу, нос в потолок, барабанил рукой по столу, и, несолоно им похлебавший, Зиновий Исаевич выбросился в коридор с копельманом шушукаться. Гржебин, копельман, деятель шиповника. А Аш, усадив меня в сане, а саниста в Вену, литературный ресторан, повез и пенял на тогдашнее бегство. Он стал знаменитостью, Гржебин и копельман бегали всюду за ним на коротеньких ножках, как сороконожки. Ребенок со страстью косматого мамонта был он невинен в своей безответственности. Раз позвал его еще в Мюнхене, жил он на площади против Кальстор, в неуютном, атласами убранном номере. Пышно ночная перина ломилась на кресле ампир, на другом зацепясь повисали подтяжки, и смятая туфля невкусно ползла к середине ковра. А Аш стоял перед зеркалом, вплохо сидящий на нем сюртуке, в том же белом жилете, с пуховкой в руке. Мне подставила пудренный нос, хризантема махрова торчала в петлице. А Аш будет сейчас танцевать, земляки пригласили. И в дверь пропорхнули две юные барышни. А Аша на вечер в карете вести. Тут он, бросив пуховку прыжками и волосы, тоже прыжками над выпуклым лбом его к барышне, стан обхватив, закативший глаза носом кверху, качался в подпрыжку с ней в вальсе и, бросив ее с антроша, с перехлопами, с присвистом, ну, а теперь танцевать, танцевать, а о том, что мне делать, не звуком. Но я не пытался обидеться, зная, с ребенка не спросится, только б с собой у меня не тащил, но его уж влекли. Ему шею закутали шарфом, пальто подавали, все четверо вышли, в карету затиснутый, выкинул руку из дверцы и пальцы, царапнули воздух, и все унеслось. Я пошел в симплициссимус к немцам. Франк Ведекин Фамилии многих из немцев, которые в гамме бурчались, не слышались, многие скоро забылись. Входя в симплициссимус, шел к незнакомым знакомцам, с которыми уже беседовал, или меня звали, махая ладонями, да и стайнпляц, здесь место есть. Средь компаний избранных помнился разовощекий блондин, архитектор, с практическим смыслом, живой. Сидел там он, где несколько столиков, соединенных доской, образовывали точно ложу, сидевшие вместе раскланивались друг с другом на улице, в ложу садился порой и высокий худой господин с ироническим видом, с зеленым лицом, и скопною пушистых волос, упадавших ему на сутулу, спину, костлявые плечи ходили, когда точно ежился он, протирая пенсне золотое, царапаясь фразочками, выпускаемыми из-за облака дыма. Небрежность его туалета казалась особым эстетством. Он, снявший пиджак, бросал локти, разглядывал пасмурно тонкие пальцы. Фамилия помнилась Мюзом. Впоследствии он был в головке советской Баварии. Было приятно болтать с миловидной молоденькой дамой. Она трепыхалась от нервности, вся кружевная, и вся осыпалась невинными шутками, шалостями, щебетливыми взвизгами, с легким изяществом. В безукоризненном платье своем шелестела ко мне. В обхождении что-то простое, товарищское. Не дама мне нравилась в ней. Человек. Появлялась в компании мужа и друга его, эластичного, смелого и с тонким тоном. Проделывал кинематограф движений, и он даже порой имитировал клоуна. Вдруг, пронырнувший под досками и очутившись пред вами, откалывал ловкие штуки. Устроивший усики из лоскуточков бумаги, он с ними бросался на вас, но так строго, что вовсе отрезывался от того, с кем шутил. И, нырнув под доской, как ни в чем не бывало, садился высказывать очень серьезные мнения. К приятелю даже, когда он поясничал, то хохотали лишь издали. Те, что сидели пред ним, ожидали с оттенком испуга и недоумения, что же дальше он выкинет. Мрачный сарказм под личиной заливистой шутки. И Катти, и Анни, и важный скрипач, его звали почтительно герл-лейтенантом, ходил же он в штатском. Отшутит и так поглядит, будто вас отчитает. Из этого вовсе не следует, гер, что я с вами. Короток. Хорошего общества, строго сказала мне Катти. А с мужем, молоденькой дамы, был тонко почтителен. Этот последний был стройен и сдержан. Всегда оперировал с принципами золотого деления, он в каждом жесте, затянутый в темную синюю пару, с прекрасно повязанным галстуком, цвета, дающего тонкий оттенок, коротким, остриженным черным его волосам и пробритым щекам, очень бледный, прямой. Он сидел за щебечущей молодою женой, и казалось, что пестрые гаммы отскакивали от его лицевой бледной маски, рот стиснутый, скорбный и строгий, глаза вперены мимо лиц, мимо стен, мимо мира, в себя самого. И тогда, когда он появлялся весь в черном на мраморе белых быков Гильдебранда, касаясь перчаткой полей черной шляпы и кланиес, раз его встретил таким, и тогда, когда он пробирался меж столиками, я не видел душевной игры, ни оттенка прекрасного галстука, видел я маску лица, устремленную мимо меня, мимо стен, мимо мира. Его кружевная жена, забавляясь моею немецкую речью, слегка прикасалась к плечу мотыльковым распущенным веером и называла меня «Дер Гемметлихеруссе» «Уютный русский». Я с нею резвился, как с гиппиус, но и тогда, обращенный к нам, не отвечал он на всплеск громкой шутки, явившись, руку протягивал, сжал и садился молчать, прерывая молчание бурком отрывистым, приподнимал свой бокал и разглядывал через стекло изумрудную влагу вина или, свесивши кисть, принимался разглядывать пальцы, все слышал. На вас не сворачивал глаз, а вас видел отчетливо. Он реагировал даже не миной, а тенью от мины, смеющимся кончиком темных, сухих, сжатых губ, а на мускулах скул передергивали. То сарказмом, то ирония. Точно оттенки душевных движений лицом заключались, как в скобке, казался живым, переполненным силой и играющей в нем. Мне запало, что он человек знаменитый, конечно, актер драматический. Я же театр подвергал астракизму и непроизвольно садился спиною к актерам большим, средним, маленьким. Я не спрашивал, кто он и что он. Казалось, играет и в жизни какую-то сильную роль. Вероятно, жена инженю, лысый герл-лейтенант, комик, с даром, но не понимал, почему это трио встречается шелестами удивления, почтения и страха. И даже на нас, приседающих к столику трио, порой поднимали глаза не без зависти. Слава артиста, мелькала мне. Все же к артисту, так сильно игравшему роль, любопытства не чувствовал я. Лишь любуюсь игре между столиками, не на сцене, и даже не спрашивал, как его имя, фамилия, поссорт, барна или шмидт. Кстати, мог бы сказать о нем так, артист Мхата Сушкевич лет восемь назад, плюс Иван Николаевич Берсенев, но в собственной роли, деленные на два, появили бы схему, которую овеществила бы сильнейшими красками кисть Валлотона, прекрасного мастера лиц, данных белую плоскостью с вляпинами черных пятен из черного, очень глубокого фона. Один Валлотон мог бы дать настоящий портрет Ведекина, а артист Симплициссиума сказался позднее для меня, хоть артистом, но незнаменитым, он был драматургом, в те дни знаменитейшим, с нами сидел, пил вино, разговаривал минами, Франк Ведекин, он тогда еще выглядел пугалом для всех почти низших немцев, его окружевная печушка-жена для них выросла в ведьму, седлавшую дьяволова помело, циркулировала фотография, изображавшая мужа с женой на плечах, вызывающей позе, в таком же наряде, фотографию эту, буржуи восприняли, как о плеуху, плевались на карточку, мне показали в Париже ее, полюбуйтесь-ка на Ведекина с женой. Как, как, как? Ярко вспомнилась, милая спутница милых часов, в Симплициссимусе, проведенных недавно, каскадная дива, встал ярко-суровый мужчина, паяц защищал мою яркую парочку с пеной у рта, это было в Париже, оттуда я справился точно у мюнхенцев, с нами ли сидел Ведекин, и ответ получил, да, сидел в Симплициссимусе, а кто был лейтенант, я не знаю. Вплоть до начала 1910-х годов сценические постановки пьес Ведекина в Германии приобретали скандальный характер, травля в печати, преследование со стороны судебных инстанций и так далее. Однажды, придя в Симплициссимус, я получил приглашение от архитектора вечер окончить домашней пирушкой, устроил ее, уезжая из Мюнхена для Симплициссимусовцев, также он приглашал и других, и когда собрались, он поднялся, воскликнувши, «Дер Симплициссимус Цитхинаус». Симплициссимус выходит. Человек двадцать встали и вышли на улицу. Я шел с миловидной женой драматурга, он мрачно шагал впереди в пустой улице, а перед ним шел при плясом художник в плаще, изломив поля шляпы, держа на руке мандолину меж отблесками фонарей, от которых, как рыбки, скользили на плитах дробимые отблески. Скоро мы все оказались в комнате. Стол, ковер, стулья, диван, на полу пирамида квадратных подносов, наполненных кружками. Кто-то, поднявшись на стул, прокричал, «Все, что будет увидено здесь, пусть останется в этих стенах». Молодежь поскидала с себя пиджаки, принимаясь за кружки, и грохнули хохи хозяину. Вдруг ведакин вышел на середину ковра, сняв пиджак, чуть присевший в классической позе борца, головою, наклоненной к жене. Та, вскочив, вылетая из белого блеска одежд, как из крыльев, стремительно бросилась к мужу, стараясь его опрокинуть, и кубарями покатились они на диван, где в летающем сальто мартали. Жена оказалась на шее у мужа, коленями, точно клещами, затиснула шею ему, миг она уж под ним, ноги вверх, и показывала из-под веера юбок свои панталончики. Мы расступились, наблюдали борьбу, ведакин дал ей время развить весь орнамент телесных движений, напомнивших танец дункан, взятых в темпах стремительных, позою поза стреляла, она завивалась, как трель дисконта над звучащей басом могучей скульптурой торцев, напомнивших пращников, дискометателей. Франк ведакин был не менее великолепен в борьбе. Наконец он ее положил на лопатки все с той же бледной маской лица, устремленного мимо жены, мимо мира, себя. Вероятнее всего фотографии, столь ужаснувшие немцев, снята была после турнира супругов, мы пели и пили. Я помню, как мандолинист, заломив в поля шляпы, запевший струной проводил меня до дому. Долго бренчала струна в пустоте ночной улицы. Я уж стоял у окна, раздеваясь, а где-то она еще плакала. Бегство из Мюнхена. Все мне наладилось в Мюнхене. Мюнхен очень по мне, здесь мне все нравится, писал белой матери 5 октября, нового стиля, 1906 года, сразу же по приезде в столицу Баварии. Несколько недель спустя, в письме, полученном в Москве 5 ноября, он сообщал ей же, здесь тихо и просторно лечу с молчанием, сосредоточенностью и одиночеством. Каждый лишний месяц, который проведу здесь, прибавит мне здоровье, это чувствую. Начинаю приходить в себя после нелепой суматохи последних лет. Благодарю судьбу и тебя, что я поехал в Мюнхен. Были теплы наши споры, мечты об Италии. Перевалить Сен-Гот-Арт Сен-Гот-Арт перевал в Лепантинских Западных Альпах в Швейцарии, высота 2108 метров. И, надевши рюкзаки, пешком спуститься в Луган в Милан, переживши Флоренцию и постояв под Джиотто в Ассизи, безумствовать в Риме. Меня ожидала и близкая радость. Мэттнер, оставивши Нижний с женой и братом своим композитором, переезжали сюда в декабре. Я мечтал о беседах пирах в Петером. Из Москвы от Эмилия Мэттнера сыпался град указаний. А вы посетили ли? Не посетили. Бегите скорее. Немцы то, а не это. И вдруг узнаю, Мэттнер в нервной горячке. Братенше Андрей, брат жены, застрелился, убивши любимую женщину по первому браку Сенцову. Братенше я знал. Мы с ним встретились перед отъездом, как я выхлопатывал паспортом, чтобы, как я, убежать от семейной троеди. О, эти куклы пустые. Своё обещание писать счастье сдержало, и я успокаивался, разбираясь в угарном двухлетии. Вытащил текст, уж когда-то готовой симфонии, мысли её переделать, мечтая о разных технических трюках, как-то с материалами фраз, я хотел поступить так, как Вагнер с мелодией. Мыслил тематику строгую линией ритма, подсобные темы, две женщины, ангел и демон, слиянные в духе героя в одну, не по правилам логики, а контрапункта. Но фабула не поддавалась о формуле. Фабула виделась мне монолитною, а формула её дробила в два мира, мир галлюцинации, сознания и материальной, слияния искусственных этих миров воплощала иллюзии, диссоциируя быт. Сама фабула перерождалась теперь в парадокс контрапункта. Я был обречён разбить образ вариации вихрей, звучания и блесков. Так строился Кубок Метелей. Он выявил раз навсегда невозможность симфонии в слове. В Мюнхене Белый работал над второй частью четвёртой симфонии Кубок Метелей в её окончательной редакции. Позднейшие оценки Белым этого произведения имеют, как правило, негативный характер. Сравни, испорченный мною в эпоху мрачных 1906-1907 годов старый текст четвёртой симфонии, написанный в 1902 году и скалеченный в 1906 году в Кубок Метелей. Почему я стал символистом страницы 81-82? Я в Мюнхене думал, что я разрешу то, пред чем отступил Малярме. Мюнхен вовсе не творческий город, такой, как и старая наша Москва, из которой я бегал работать. Из Мюнхена Ипсен уехал работать в Тироль, в Мюнхене и Владимиров ставил себе невыполнимые цели, стиль мюнхенской живописи безвкусица. Я писал с упоением, все мечтаю увидеться с Метнером, с ним поделиться заданием. Вдруг письмо Ща я бесчестен. Свой куст напечатав в руне, а куст бред мной написанный летом в эпоху, когда Ща нарушила слово свое. В этом жалком рассказе заря, не заря, огородница, не огородница, некий Иванушка, ее любя бьется насмерть с кустом ведуном, полонившим ее образ сказок. Бой подан в усилиях слова вернуться к былинному ладу, и все. Ни намеков, ни йоты памфлета, сплошная депрессия, как и стихи панихида, как бред с домино, жалко бред, о котором забыл, напечатали. И не в бесчестности каялся я, потому что бесчестность предлог для бесчестной нарушить, в которой разданное слово, писать, я ждав слова не видится год, отрезал от свидания себя, можно всаживать нож, его всаживать в спину, бесчестно. Рассказ Белого Куст был опубликован в номере седьмом-девятом Золотого Руна за 1906 год. В письме к Белому от 2-го, 15-го октября 1906 года Любовь Дмитрина Блок расценивала публикацию Куста как поступок глубоко непорядочный. Нельзя так фотографически описывать какую бы то ни было женщину в рассказе такого содержания. Это общее первое замечание, второе лично мое. Ваше издевательство над Сашей? Написать в припадке отчаяния вы могли все, но отдать печатать постука вполне сознательный, и вы за него вполне ответственны. Вы знали, что делаете, и решились на это. 9-го 22-го октября она вновь писала Белому с еще большей решительностью и резкостью. Скажу вам прямо, не вижу больше ничего общего у меня с вами, ни вы меня, ни я вас не понимаем больше. Вы считаете возможным печатать стихи столь интимные, что когда-то и мне показали их с трудом? Пусть так, не чувствую себя теперь скомпрометированной ничуть, так как существование вашей книги будет вне сферы моей жизни. Возобновление наших отношений дружественно еще не совсем невозможно, но в столь далеком будущем, что его не видно мне теперь. Надо для этого, чтобы теперешний, распущенный, скорпионовский до хулиганства Андрей Белый совершенно исчез и пришел кто-то новый. Увиденное в огранице вспыхнуло старыми бредами, перерождаясь опять в домино. Но убийства и самоубийства изжиты, отрезаны, раскритикованы, а домино уже бегало в жилах отравленной кровью, которая вспыхнула даже физически, как зараженная ядами трупа во мне. Здесь, в Мюнхене, под впечатлением предательства ща, аж и плясы художников в черных плащах с мандолинами мне обернулись строками. Возясь, перетащили в дом кровавый гроб два орликина, и он смеясь уселся в нем и пенились, шипели вина, над восковым его челом склонились орликина оба и полумаску молотком приколотили к крышке гроба. Но дело не в Мюнхене, орликина да другая вставала в сознание, слухи разыгрывались о разгульном веселье, которым охвачен был вдруг Петербург, столь недавно ушибший. И, может быть, два орликина, меня вколотившие в гроб, в подсознании жили Чулковым и блоком, я в Мюнхене видел себя заключенным, как заживо в гробе. Куда мне бежать? В Петербург? Нет, отрезано. Данным ей словом, в Москву? Нет, куда ж? Побежал я на Вагнера, в уши забила, какая-то дрянь, а не Вагнер, взвиск ярости, моя статья против музыки, музыка лжива, когда ее подлость прикрыта, отослана. Мало. Пишу манифест, оскорбителем, в нем меценаты мои палачи, посылаем вам наше проклятие. Мало. И люди пера, хороши, встали, крашеные в мушках Кузьмин, арабажен своим социализмом, Иванов и с нашим и вашим. Пишу я в Руно свой памфлет, домино, продолжает шептать, ты убей, не убью. Так убью тебя я. Отравление крови, которое вызвало вскоре флегмону. Тут Гиппиус с мужем своим Мережковским мне пишут, в Париже они. Мне дают поручение к их издателю здешнему Пиперу и убеждают приехать в Париж, точно сон этот день, и свидание с Пипером, и неожиданно взятый билет, еду выложить Гиппиус, все, чтоб откупорить дверь домино, но слова не откупорили, надо было откупорить кровь. Ехал в спальном вагоне, в пустом, совершенно один, едва видел Владимиров, в ульях, в окошке махали руками. Сидел я подавленный горем, с единственным спутником, с проводником, схоронившим любимую дочь. Он приплелся ко мне, он сел рядом, схватяся за голову, я успокаивал, вспомнилась, брат, поезд остановился, граница. Париж Мюнхен меньше, оглядней, Париж не огляден, не дан в композиции, он есть борьба композиций. Сказать «я в Париже», сказать «я нигде» — эта фраза «здесь каждый живет лишь в одном из Парижей». Среди них есть Париж одиночек, мансардников, анхаретов, в нем интерференция грохотов, светочей, как тишина межпланетного мрака. Берлин очень грохотен, в нем плац-парады, пошлятины, стиль, а не морок. В Париже спектр грохотов перетирается в мороки улиц, разврат здесь пестрей, добродетель возвышений, меж Тюйлири и меж Лувром, которые точно планеты остывшие, хаосы новых возможностей. Едва ты попал сюда, как завербован одним из Парижей, коль Мюнхен луна, а Юпитер Берлин, то Париж есть система планет, предстающих пылинками. Ты можешь жить на Луне, на Юпитере, можешь вращаться в пространстве меж ними, летя под землей в метро из квартала в квартал, под кварталами тебе ненужными, можешь всю жизнь пролететь под пятами тебе неизвестных людей, улиц, башен, церквей и театров, проваливаясь на Луне и выкидываясь на Юпитере, связь между ними, провалы и взлеты, не улицы города. Целого нет, сперва только Парижи, Париж же лишь скобки, или он пустота, в ней всплывают квартал за кварталом, ты к ним переносишься точно в Болиде, и можно в Болиде прожить, не увидев Парижи болит твой мансард. Я в Мюнхен привез восприимчивость к цвету предметов и к уличным звукам, Париж в меня вляпался новыми цветностями, вдруг возник нелитейный проспект с Мережковскими и, показалось, причинность нарушена, где она, если в ней так, как плакат на стене с Дюбонне, если в ней консенвенции есть, Александр, Бенуа, заседающий в мире искусства, так как Дюбонне моя первая встреча с Парижем, конечно, а Бенуа моя первая встреча с живым человеком. От этого вдруг перепуталась вся география, или Париж в Петербурге, или Петербург часть Парижа. В Париже воскресли мне все впечатления литейного, после того, как я голову драл перед башней Эфеля по отдыхавшей в отельчике, в доме свидания, вернее, куда завлекают с вокзала портье, высылаемые ловить рыбу, пока не устроишься ты у себя на второй-третий день. Ты затерян меж пестреньких ковриков, лишь показных коридориков с шиком, куда открывается комнатка с душным двуспальным престолом. Здесь стены глядят на тебя с ромным шиком, за ними ж в постели катаются скрипы и выкрики стены сквозные, все Марьева. Утро, туман, сине-серая зелень и подленький краб декабря, новогонные стекла, ландшафт под Парижем. В виске винт мигрени, приехали в грязные, мрачные и черно-серые роющие стен, между которыми бегало много сутуленьких, маленьких и суетливых брюнетиков с усиками, в котелках, без плащей, без трубочек, в Мюнхене средний прохожий есть широкополая шляпа, плащ, трубка. Как много красивых и быстрых брюнеток с осинными талиями, с очень живыми глазами, отельный портье, отхватив мои вещи, квитанцию от багажа, меня вывлек, засунув в каретку. Так вот он, Париж. Бледно-серые здания Мюнхена моются до бела, здания хмуро покрытые копотями, здесь казались мне черными, черный такой, невысокий Париж, Париж центра, он вышел навстречу мне точно в халате и в туфлях, во всем неприбранстве своем. Мюнхен, плац, парад зданий, но тут я отметил орнамент не очень высоких угрюмо копченых домов, благороднее вычурных вырезов линии Мюнхена. Темные здания из черно-серого неба, раи черных пятен, пальто, дамских тальм, вуалеток и зонтиков, отблеск витрин, вечерами же радуги, прыскающих электрических букв, освещая орнаменты зданий, как звезды, бросающие световые хвосты, осаждают из черного бархата неба Париж этот грохот космических бурь. К этой жизни нет подступа. В Мюнхене с первого дня я, купивший баварский костюм и засунув в рот трубку, освоился с немцами немец, Париж в висок мне ввинтивший мигрень, обставшиком срамного отельчика, по коридорам которого пары спешили кататься и хрюкать в атласах двуспальных постелей, растер в порошок. Я, едва разыскав Мережковских, увидел не их, а двух призраков, явленных издали, среди миражей, которыми шел, как сквозь бледные пятна, к меня, ожидавшему доктору, с бородой ассирийца, точившему нож. Через месяц он вышел из мрака, весь в белом, напрягши свои волосатые голые руки, меня ему подали, голого, он, потрепав по щеке, вразумительно бросил «О, о, повар, месье!» Характерно, что первое доброе слово за этот период страдания он произнес, а не те, кто себя лицемерно друзьями назвали, не блок и не ща, пожалели меня. Даже, даже не Эллис, а этот меня, увидавший не борей, не белым, а только ему неизвестный месье, он увидел, что этот месье просто бедный. Он тут же прибавил «Вы много страдали!» От этого брызнули слезы из глаз. Он, схватив колпачок с хлороформом, накрыл им лицо, и тут все завертелось, и я как не зринулся в небудее. Волосатый силач с бородой сирийца, схватив острый нож, им вспорол мою опухоль, хлынула красным атласом горевшая кровь. Вот реальность, все прочие призраки. Я позвонился. Передняя белая горничная в черном платьице в беленьком чепчике вижу из двери на белой стене рыжеватая женщина в черном атласе с осиной талией в белой горжетке лорнете глазам приложив протянула мне лапку, а палочку черной широкой спине перед нею склоненной с прощальным расклоном. Кто? Сара Бернар? Зина Гиппиус. Все точно издали. Тут же склоненный к руке Александр Бенуа на крутом повороте в переднюю. Он налетел на меня всей широкой скользящей фигурой с вперед наклоненную лысиной, остановился пенсне бородой в потолок. Вы? За ним поворот головы рыжей женщины в черном атласе с осиной талии боря, лишь черные пятна на белом, бюро похоронных процессий, Бальмонт, Мережковский и Минский, все те же, все то же, как издали, как на Литейном. В глазах еще утро, равнина, туман, серо-синяя зелень, краб дождика, острые-острые боли. Сестра философова, бывшая здесь, Зинаида Владимировна, обещала устроить мне комнату в тихом, простом пансиончике. Я в пансиончике. Как на экране мелькнуло мне множество лиц, как во мраке огромного, неосвещенного зала сидел я, китайские тени метались мне издали, Минский, Барцал, Мережковский, Бальмонт, Бенуа, философов, мадам Иван Странник, присяжный поверенный сталь, Шарль Морис, Лу-Луага, Марадон, иллюстратор, Поль Фор, брат известнейшего Себастьяна, седой Поль Буаие, столь знакомый по детству, когда он был черным, историк, старик Валишевский, и Щукин, Аладин, однажды с экрана отплясывал вальс Моносевич Мануйлов с рогатыми дьяволами кабаре. И все гасли, вспылав, верещала мне в ухо, хрипя телефонная трубка, я ей отвечал, пред глухой стеной, раздвигая свой рот и раскланиваясь перед крашенным ящичком. Жил же я бытом безбытицы комнатки, спрятанной в пыльные рвани коричневых тертых ковров, из которых один занавесил стеклянную дверь на балконец в два шага над Рю Ранилак. Выйдешь, видишь зеленую заросль Булонского леса, декабрь, а в ней песенка зябликов, пустые аллеи, часами броди никого. Угол леса глухой, как и Рю Ранилак, ночью здесь нападают опаши. Одни офицеры на серых пятнистых конях галопируют в зелени золотом кепки красной рейтузою. Запах листов я вдыхаю с балконика, кутаясь в мюнхенский плащ, пока друг мой Гастон в своем темно-зеленом переднике, сев при камине, бросает брикеты, жар теплится ночью и днем, стоит бросить два-три черных шара во скал огневой. Часов на шесть пропав, прихожу поздней ночью, хоть не зажигай электричество, красная пасть дышит жаром, зареют железные жерди, подбросишь четыре брикета, разденешься, хоть без рубашки ходи, завернешься, уснешь. Утром пасть обросла серым мохом, дунь он разлетится, а красная пасть еще теплится, неугасимый огонь. Я бросаю в него горсти глиняных трубочек, каждая стоит два сумм, ее выкуришь, бросишь в камин, и она раскаляется до бела. Темный, коленчатый мой коридорик, в него загляни, как дыра лабинта, она отделяет меня от всего, что я в жизни любил, ненавидел, как будто коричневый, грифоголовый мужчина с жезлом прощербленным на старых гробницах Египта, не дверью захлопнул, плитой гробовой завалил, дверь завешана той же коричневой рванью, такой же ковер вместо пола, в коврах, заглушающих звуки, живу, проживаю столетия в разлапых коричневых креслах, над рваную скатертью столика, перед которым разъямился мой хомоногий диван. Пол ковра отняла деревянная с теплой малиновой полупериной постель, она выглядит как саркофаг, из которого мумия я поднимаю с три шага отмеривать между камином и дверью. Лишь сумерки вытянут под ноги крест теневой переплета балконного, я занавешу с балконным ковром, и как в между планетной кабине закупорен выход один, дымовую трубу заткнуть нечем, потухни камин сквозь трубу из камина закарковшей выпорхнет ворон. Я сам вылетаю в трубу к Николаю Копернику в черную бездну, чтобы под созвездиями видеть соблестья Парижа, так думаю я, сидя в кресле, вперяясь в камин и помигиваю точно красными крыльями тихие неосвещенные стены. Пусть в Мюнхене комнаты чистые, делать в них нечего, и пропадаешь в кафе. В этом старом изношенном логове, похороненной в дыре коридора, я выбил отверстие в космос. С восьми сижу дома я, здесь иногда, потушив электричество, мягко шагаю ильдумаю в красную пасть, и мне кажется, вот из углей разовьется не пламя, а плащ Мефистофеля, чтобы над Парижем лететь мне туда, в мировое пространство. Здесь я продолжаю с собой разговор, мною начатый ночью, когда над него я стоял, миг, и я бы не извергнулся. Стопочка красных тетрадок лежит на столе, ревю синдикалист для горделя, подсунутые эмигрантами, с синдикалистом вагоновожатым, и я заседаю порой в винной комнате, где я закусываю мясом кролика и запиваю стаканом шампани, он не рэдерер, но он пенистый. Мой собеседник с усищами в ухе серьга мрачно тянет зеленый абсент и ругается к дьяволу, комбо, парламент, буржуи, в политику. Синдикализм это бегство по кругу. Ты думаешь, что убегаешь в анархию, а ты с Леном Доде, ля гордель, пишет хлестко, не с ним я. Притят мне кофейные скрежеты фора, которым не будет гиппиус, фор это номер эстрады, или танец апашей, которым щекочет себя буржуа, выявляется юмоните, орган мой, по утрам я выскакиваю, чтоб его получить на углу рюмозар очень бойкой голданистой улочки. Вечером слушал застенные шумы, сосед как шакал визжал утром, взвизжит и утихнет за кофеем. Этот солидного вида рантье, гладя рыжий свой уз и пропятие в брюшко, клевал носом, качавшим пенсне золотое, спускаясь к завтраку. И молодая жена его юбкой вертя опускалась с ним, сосед тоном, как шляпой, старался закрыть дыру в лысине. В первую шночь он меня и унвуатюр. Слышите? Пролетка. Тарарыкнула где-то. Эбьян! Ну и что? За стеной топатошили голые женские ноги. Вот женщина взвизгнула, бил ее, что ли? Просунувши ухо в дыру коридора, я ждал, не претель на помощь. Вот скрипнула издали дверь, сезоносый хозяин шел свечкой ко мне, захватя с рукой за штаны незастегнутые, он склонился под ухом. Мсье нервно болен, но вы не пугайтесь, он мухи не тронет, порядочный очень, со средствами, но что прикажете, нервы. Потом я привык к этим завизгам, так как в аджарии к плачьем шакальем. Под утро при первом же грохоте далекой пролетки сосед как будильник бил голосом в стену мою «экутэйун ватюр, жавудзи кэсээтль». Слушайте, пролетка это она. Мне однажды открылся ключ к выкрикам. Родственник Жуль посылал перед утром к соседу пролетку, которая, нет, вы не смейтесь, читатель, пылала страстями к бедняге, пытаясь его изнасиловать. Грохотом оповещала об этом она, подъезжала, он вскакивал, я аж пробудясь засыпал. Мой сосед был ужаснейшим эротоманом. С женой говорил на такие позорные темы, что мне оставалось закладывать уши. Однажды жена, выбрав время, когда его не было, стала стучаться ко мне за каким-то предметом, его получив, все стояло, она на пороге, глазами давая понять, что ей собственно нужно. Я стал на пороге, открыв свою дверь, извиняя, что занят, она удалилась. Да, нравы. Сосед исчезал после кофе, чтоб зашагать ночной бред, он являлся с достоинством к завтраку, строго и здраво ответствовал на вопросы и даже рассказывал ярко бразильянских боа, он в Бразилии был, чтоб опять зашагать по Парижу до ужина, вечером мучить жену, затихать к девяти, голосить в семь утра, и мне думалось, и хороши ж оба мы сумасшедшие спокойники. Изредка вечером шел из гробницы я в пестре ночного Парижа, чтоб краски собрав их додумывать перед огнем, проходил гробовым коридором и черным винтом крутой лестницы, несся в метро под землею к Монмартру, чтоб видеть рубиновый огненный крест Мулен Руш. Я ослонялся, билет покупал, видел бреды из перьев, измазанных краскою губ и ресниц черно-синих, кидались голые ноги и бедра, и руки, и груди из ярко-кровавого газа под пену перьев своих. Горбоносые, козлобородые фрачники в белых жилетах, в цилиндрах, рукой опираясь на трости стояли в фойе. Попадал в кабачок, где на гроб не на стол подавал мне хохочущий дьявол ликеры. О, пей их, несчастный! В бутафорском кабачке ада лакеи, одетые дьяволами на ты с посетителями. И спив, возвращался под черное небо. В котором катались колеса огней, рассекавшихся иглами блеска в ресницах. У носа же бился поток котелочков и сине-зеленых, и желто-оранжевых перьев красавиц ночных в вуалеточках черных, и все как одна. И от блеска я щурился, вспыхивал морок электромагнитных явлений под нервной ресницей. Париж пестроцветен, сливая в одно, стиль ампир, стиль луи, дуги готики и горе света ман-мартра и блузников синих. Парижи ссыпаются, и, разрушая друг друга, рвут мозг парижанину. Здесь впечатлений убийственный ливень, бежишь как под зонтик, импрессия, необходимый ракурс восприятий, и рощерк в Париже реален. В период истории, когда утопии социализма наивного и бурманизма сломались, задания импрессионистов сказались тогда реализмом, разбившим условность. Романтики, как и искусство мещан, так и импрессия строилась новой оптикой, ей защищались как зонтиком или очками, чтобы хаос глаза не разъел. Основание субъективизму реальной в Париже, Манне и Моне своей краской связались с Вато, а рисунком своим с Фрагонаром и даже с Шарденом. В Париже лишь импрессионизм, революция, освобождающая культуру хороших традиций французских художников, новые в лицах Мане, Ренуара, Моне, краскопевца Сезана де Газа классичны, а Сецессион обезьяна, которая лишь нанизала очки Эдуарда Мане на свой хвост. Лишь в Париже импрессия, самозащита художника от буржуазии, то, отчего, кричал Герцен, Мане отразил новой системой очков. Изоля и Бодлер восхищались Мане, защищали глаза, чтоб не видеть, сжимая ресницы до искры из глаз, и слагалась из игол ресничатых новая улица. Пересечением ресниц защитился и я от ее разъедающей пестрости. Пересекая цилиндры, вуалетки, цветистые перья и трости себе говорил Ренуар, а когда на меня с разблиставшейся сцены кидали срои голых тел из порхающих газовых дымов, я видел де Газа. Искусство из подлости здесь подымало меня, но не Лувром, французскими импрессионистами, понял, в Париже великая школа они. Жан Журес Погуляв, поработав, к двенадцати я опускался в укромную изальцу коричневых колеров, как и ковры коридориков, лестницы. Посередине стоял общий стол, вдоль окошек отдельные столики, их занимали хозяин-вдовец с взрослой дочкой, он был с доброцой, без политик, весьма уважал социалистов и руку жал парочки бледных кюре, столовавшихся здесь. Как летучие мыши, влетали они в своих черных сутанах и в шляпах с полями, шушукали о конфискации комбом церковных имуществ, держались отдельно, но кланялись свежливо. Столик в углу занимал сумасшедший рантье с миловидной женою, пыталась со мною кокетничать, бедная. Общий же стол пустовал. Три прибора на нем размещались месье Мааро Дон, иллюстратор романов, ходивший обедать и завтракать. Мы познакомились, я посетил его. Рядом садилась приятная барышня, русская немка из Риги, мы с ней по-французски общались, меж блюдами я перелистывал юмоните. И соседка спросила меня, почему вы читаете эту газету? Она симпатичнее других мне. Вы чтите Жореса? О, да. Тут хозяин смея спросиял, а соседка кивнула, а знаете, он же ведь завтракал с нами последние месяцы, после того, как жена его в Тарн из Парижа уехала. Месье Жорес живет рядом, оставшись один, стал ходить сюда завтракать перед палатой, недавно уехал он в Тарн. Он вернулся, кивнул нам хозяин, он будет здесь завтракать завтра. Везет вам, смеяла соседка, о, это такой человек, впрочем, сами увидите. Месье Жорес, о, хозяин, махая руками, давился почтением. Не видя Толстого, младенцем я знал, что бессмертен он. Сфера бессмертия определялась как функции, есть вестовой, понятой, даже городовой, есть толстой в каждом городе. Вдруг появился в квартире у нас бородатый старик, и тогда мне открылась он есть Лев Толстой, знаменитый писатель. Из детства мне вырос Жорес, он оратор, а позже открылась мне он социалист, но он сто пятидесятилетний старик, современник Руссо, Робеспьера, Санжуста, которых Танеев чтил. Умерли эти, Жорес же живеханик, перемешались в мозгу «Социализм, революция», книга о ней, сочиненной Жаном Жоресом. Позднее, разбираясь в газетах, я видел «Жорес, Клемонсо, телеграммы Парижа», и ныне кричали столбцы «Клемонсо, Жан Жорес!» Клемонсо стал главой правительства. Схватки с Жоресом его потрясали Париж. Все бежали в палату их слушать. Жорес брал атаками, а Клемонсо фехтовался софизмами. Жан Жорес детский миф сядет завтракать рядом. Я испугался. Увидеть его на трибуне одно, сидеть рядом другое, трибуна ему что рука, он хватает ей тысячи, просто услышать бонжур от него, это ж ухо подставить под пушку, которую слышишь с дистанции, страшно сесть рядом с салфеткой подвязанной пушкой. Уж я привыкал к знаменитостям. В литературе, ведь точно орешками щелкаешь с ними, а этот предложит кокос разгрызать. С литераторами интересно болтать, но я их забывал уважать, уважение к Жоресу меня подавляло. Оратор в Жоресе внезапно возник. Он до этого преподавал философию в Тарне, но в первой же речи сказался гигантский ораторский дар. Из профессора вылез политик, и вот депутатом от Тарна явился в Париж он и стал здесь вождем социалистов. С волнением спустился я к завтраку. Стол рядом с барышней моей соседкой уновой четвертый прибор. Ей-то ей каково сидеть рядом, я спрятан за нею. Стараясь соседкой укрыться, я сел, уж подали первое блюдо, уже два кюре, прошмыгнувшие под окнами, тихо влетевшие, уселись под окнами. Месье Жорес показала соседка в окно. Там черным пятном промелькнули, на лоб переехавший с очень большой головы котелочек, кусок желто-карий густой бороды, шея толстая, вжатая в спину, на ней за сюртук зацепившийся ворот пальто, пук газет оттопырил карман, зачесавший зонтиком воздух рука промахала. Широкий, дородный, короткий, пререзво пронес сон махами рук, уподобив сганмену о незнаменитости, этаким мячиком, прыгает разве один математик, бормочущий вслух вычисления под мордую лошади, и что-то милое давнее в памяти всплыло. Отец! Я не видел ни в ком повторения жестов, какими отец, тоже крепкий, широкий, короткий, прохожих смешил на арбате. Жорес вызвал образ отца. Как отец он скосил котелок, как отец, вырываясь из рук, подававших пальто, зацепил воротник за чертучную складочку и, как отец, чесал зонтиком воздух. Но дверь распахнулась, в подпрыжку влетел, суетился под вешалкой, с кряхтами руки раскинул, направо, налево и наискось, с кряхтами лез из пальто, приподнявшись на цыпочки, с кряхтом повесил его, вырвав пук из кармана и сунув подмышку, не глядя на нас, растирая ладони, бежал с перевальцем к пустому прибору, отвесивший общий поклон, сел и стуло закракало, тяжко расставивший ноги, расплывшись улыбкой, перетирая ладонями, корпусом перевернулся к соседке с вторичным поклоном, взбугривший в улыбку и толстые щеки пропел ей «Бонжур, мадемуазель, савабьян!» Пушка выстрелила, перепонка ушная не лопнула, вместо кокоса же подали кролика. Он, изогнувший широкой спиной, схватив вилку, себе покидав в рот куски, отвалился, схватя за газету и ею завесис от нас, опочил в телеграммах, но подали третье. Газета отложена. Сидя казался высоким, вставая был меньше себя, так как широкоплечие туловища укорачивали небольшие слоновьи какие-то ноги, он был бы красив, но дородность мешала. Глаза голубые и добрые щурились светом ума, никогда не смеясь и впияясь в окна, рот темнопунцовый, тонкий, не скрытый густыми усами, когда не жевал, то скорее скорбел. Хохотали борщинки у глаз и веселые, точно надутые щеки, стемневшую родинкой, правильный нос, лоб высокий, весь профиль дышал благородной серьезностью, пышные вставшие волосы, светло-коричневые, желтизной и такого же цвета большая, густая его борода, серебрились курчаво-сединками и выдавала южанина кожа коричнево-красная. Сел и возникла вокруг атмосфера смешного уюта, не страшного вовсе, совсем не журез, а профессор Д.С. Мережковский, малюсенький в жизни, тот силился выглядеть именем, чувствовал. Рядом со мной усела с икракала стулом огромная личность, с огромной вилкой, зажатой смешно в кулаке, с неподдельным беззлобием из-за салфетки, которая себя повязала, полезла на барышню, громко расспрашивая о подробностях ее работы и заработка, Марадон да и я и не знали, что барышня наша искала работы себе, Жорез тот узнал. Так большой человек во мне вспыхнул из маленьких жестов, с каким он яблоко резал, газеты читал и кидался к тарелке, к соседке, к салфетке. Я вовсе забыл, что хватает за сердце с трибуны. Трибуна я видел далеким героем былин. Думал я, этот славный, простой, нас бодрящий месье привязал к себе крепко двух слов, не сказавший со мною и тем, как глотал над тарелкой разинув усы от усилий краснея, и тем, как прислушивался, отвалясь, склонив голову набок с улыбкой прищуром ко мне, к Марадону, к соседке, которая что-то сказала о сером коте и о крыше. Коты, мадемуазель, вылезают на крышу, сказал этот добрый месье, показав свои крепкие зубы, затем, чтобы там дебатировать, кланяя скатерти с ясным прищуром, у них крыша клуб, да-с, а узел салфетки вставал над спиною, как заячье ухо. И в этом смешке повторял мне отца он, за столом сочинявшего басни из мира животных, и, так как отец тотчас перебивал каламбур, он не без педантизма, с надсадой крича, придирался к словам окружавших, так, с первого ж завтрака он из-за сыра ревнул на меня, рубнув ножиком в воздухе, э-э-э, да неправильно же выражаетесь вы, говорят, ля партий политик, а не ля, ля относится к мясу, ля к партии. Ля и ля знаки рода, партии в смысле часть рода женского, в смысле ж партии рода мужского, ля, ля, ля партии, то потошил ногами под скатертью, делалось очень уютно, сердечно, тепло. И представьте себе мой восторг, когда толстый хозяин однажды ко мне подойдя, разведя свои руки, мне вытянул нос и сказал, а месье-то Жорес о вас выразился превосходно, мсье Бугажев, это, это оратор природный, вот видите. В паспорте йод вместо и написали, Бугажев, немецкий йод, в начертании своем одинаково с Жи, так я стал Бугажевым во Франции. Не понимаю, как мог Жорес видеть оратора в том, кто в французских словах заплетался, как рыба в сетях, говорил я ужасно. Позднее Матис, вероятно, иронии ради хвалил мою речь, верно брал интонации, паузами и бесстрашным подмахом руки на оратора словом своим поднимавшего бурю. Со второго же завтрака славный месье меня схватывал точно рыбешку крючком. «Э, комман панцеву?» «Ну, а как полагаете, вы?» Вылезал головой из-за носа соседки. «Я лез на Жореса соседку, да я...» «Саве-ву!» «Знаете ли?» «Саве-ву!» откровенным руками намахивал характеристики литературных течений в России, подчас философствовал, анализируя Генриха Риккерта». Немецкий философ неокантианец. «Мне не имея отарды Мендобирани, Жореса оратора я не слыхал, а узнавший месье я забыл об ораторе, сам заораторствовал, а Жорес между блюдами, сидя с газетой, ухо ко мне поворачивал, слушая голос мой, даже бросая газету, он, кракнувшись стулом, врывался в слова, что заставил вас полагать. Я отчитывался». В декабре 1906 года Белый сообщал матери, «Интересно, что за одним табльдотом со мной завтракает социалист Жорес, одна из самых ярких фигур во Франции. Мы очень живо говорим с ним обо всем». О своих встречах с Жоресом Белый рассказал в очерках «Силуэты». Первый Жорес накануне 1907 год номер 20 6 июля и «Из встреч с Жоресом час 1907 год номер 2 14 августа, а также в позднейшем очерке воспоминания о Жоресе 1924 год. В первом из этих очерков Белый писал «Общество наше состояло из художника иллюстратора, нервно больного француза и его болтливой хорошенькой жены, двух-трех державшихся в стороне аббатов, неслышно скользящих как летучие мыши, они обменивались холодными поклонами с Жоресом, русской барышни, Жореса и меня. Оттого ли, что Жорес всегда расположен к русским, оттого ли, что диапазон наших бесед соотечественникам был шире, но Жорес всегда как бы аккомпанировал нам, постоянно вмешиваясь и направляя беседу, так что мы выделились из общего концерта в некоторое постоянное трио. Но вернусь к первой встрече. Окончив последнее блюдо, очистивший яблочко, тыкнувший ножиком в ломтик, к рту не поднес, отвалился и замер. Сорвавший салфетку, не глядя на нас, убегая глазами в окошко ищурясь, глаза занялись жидким светом, бросавшим лучи мимо нас. Мне позднее объяснили, что он собирается с мыслями перед палатой. Мы все в пансиончике знали, когда выступает он там. К окончанию завтрака делался тихим тогда и сидел, привалясь к спинке стула, не видя, не слыша, не глядя. Вставали, бросали поклон, уходили, а он все сидел, отвалясь, склонив голову, взгляд из-под лоби бросая в оконные стекла. Я помню, как вспугнутым гиппопотамом, вскочивший со стула с поклонцем всем корпусом, бросился к вешалке, он перевальцем и сунул в пальто мятый пукиш-газет, чтобы, вставший на цыпочки, тужиться в трудном усилии и свое пальто отцепить и, сломавшись, разбросив короткие руки, на черном пальто распинаться с пыхтением, он долго возился, стараясь пролезть в рукава, но до шеи не мог он пальто дотянуть, воротник, зацепя за сюртук, подвернулся, а он шмелькнул котелочком под окнами, цапаясь зонтиком. С этой поры появление Жоресса, получасовые сидения за завтраком с ним, мой просвет и уют без приютности, точно нашедший меня кто-то вымолвил, брат мой, повеяло жаром. Сердечно любили Жоресса хозяин, месье Марадон, сумасшедший с женою, соседка и я. Дать отчет о беседах с Жорессом мне трудно, он мне не ровня, он жил в мире огромном, я в маленьком, он завивал из палаты смерчи, я же был для него бугажев, молодой человек, он ко мне относился с симпатией, но и симпатия эта меня обдавала как жаром, я счастлив, что в хоре хваления великому деятелю социализма вплетен слабый голос мой, не потому, что я видел великого, видел я доброго, как он умел приласкать без единого слова, ужимочкой, жестиком, тем, что нам малым он был совершенно открыт, перед столькими был осторожен, до хитрости, слухи ходили, что сдержан, в свидании с ним добивались неделями, пойманный он становился политиком, взвешивал каждое слово, чему был свидетель не раз, и тогда лишь вполне оценил его ласку к месье бугаже в Сен-Жон-Ом, в его шутках с Жон-Ом, в каламбурах о кошках и в покриках громких о том, что ломаю же, черт побери, о грамматику речи, сказать надо вот как, он громко кричал на меня, а не эдак вот, не по-французски выходит. И тут же примеры грамматики, преподаватель, педант, что ко мне относился тепло он, я понял из ряда штрихов в обращении ко мне всегда мягко участливым. Он ежедневно, вмешавшись в беседу мою с Марадоном, меня подвергал настоящим экзаменам, строго допытываясь, что читал я по логике и почему я читаю Когена, чтоб канта усвоить, молчу о французах, меж тем, как во Франции есть представители икантианских течений. Откинувшись, сделаясь строгим, наморщивший лоб, барабанил по скатерти пальцами, так, вероятно, он в бытность профессором делал экзамен студентам. Бывало, он, бросивший взгляд из-под лобья, оглаживает свою карию бороду, тащит к ответу меня, «А что можете вы мне сказать о французских последователях философа Канта?» Я упомянул Ренувье, написавшего книгу о Канте, отметивши, мысль в ней путана, потом передал впечатление свое от другого труда Ренувье, тут месье Жорес, мне улыбаясь, с довольным покряхтом, бросает, «Ну да, это так», и, схватясь за вилку, уходит в тарелку с большим интересом, обнюхивая вермишель. Ел он неописуемо быстро. Покончивши с порцией, корпус откинет, руками на скатерть, и слушает, что говорят в ожидании, раз он дал отеческий строгий урок мне. «Ну, знаете», — строгом губу поджал, «вы левее меня, я язык закусил», но, увидевши ласковый взгляд голубых, его глаз успокоился, взглядом как гладил, «Сболтнули вы зря, ничего, еще молоды». Я извлекал из него интервью на все темы, был дипломатичен в ответах, когда вопрос ставился прямо, когда же оставляли в покое его, он, как кот на бумажку высовывал нос и себя обнаруживал, прямо спросить он подъежится, глазки, став малыми, мимо, ответит уклончиво, мне не его искажали, поэтому, не обращаясь к нему, заводил разговоры с соседкой, конечно, на нужные темы, но с видом таким, будто делом мне нет до журеса, он выставит ухо, но делает вид, что читает, хотя и пыхтит от желания просунуть свой нос, не удержится, бросит газету, всем корпусом перевернется и ноги, расставит пропятие в живот, почему вы так думаете? Я того только и жду и, бросая соседку, докладываю, а он учит, так маленькой хитростью я из него извлекал что угодно. И мне выяснялось его отношение к событиям русской действительности. Революцию в данном этапе и он считал неудавшейся, в виде реакции в том, что эсеры считали успехом, досадовал на непрактичность, отсутствие твердого плана борьбы, максимализм для него был развалом, сурово громил партизанов от экспроприации, в моем сочувствии к экспроприаторам видел незрелость и шаткость, но мне он прощал, потому что я не был политиком, иронизировал лишь вы левее меня, в психологии мученичества он видел истерику слабости. Вы верните наизнанку его, говорил он о бомбометателях, и вы увидите, это ягненок, одевшийся волком, такой маскарад ни к чему. Он учуял азефовщину за бессильной истерикой прекраснодушия. Нет, почему? рубил скатерть ножом, почему? Они просто ягнята какие-то. Так относился же раз к большинству эмигрантов, с которыми виделся. Виделся он ежедневно списавшим в газете его Рубановичем. Ваши кричат революцией, где торжествует в России, я вижу разгром. Даже раз обрывая меня, защищавшего крайности, в пику мне бросилась досады, послушайте-ка, при подобном разгроме движения было бы шагом вперед, если б ваше правительство стало кадетским. Беседы с Журесом сказались через три месяца. В ряде заметок в весах, в фильетонах газетных я стал нападать на заскоки в политике, в литературе, в эстетике. Нет, довольна с нас левых устремлений. Лучше социализм, лучше даже кадетство, чем мистический анархизм, лучше индивидуализм, чем соборный эротизм. 1907 год. Левое устремление мчит Ивана Ивановича за пределы всяческого радикализма, проваливает за горизонт осязаемости. О, если б вы выучили основательно хотя бы только Эрфуртскую программу 1907 год. В те дни еще люди, подобные Николаю Бердяеву, громко гласили, они деливей социалистов. Отказываясь от марксизма, они будут строить из пылов своих свое царство свободы. О них я писал. За горизонтом инфракрасные эстеты в союзе с инфракрасными общественниками синтезирует Бакунина с Соловьевым. И пребывали бы за чертой досягаемости, но они бросают камни в сибренный мир. Беда в том, что судьба их исчезать за горизонтом только средство, что появится справа. Мы давно уже поняли, что левое устремление так, вообще, в лучшем случае шарлатанство, а в худшем случае провокация, 1907 год. Так я воспринял беседы с Жоресом. Они приводили к сознанию. Пафос без тактики — дым. Я конфузился надоедать великому в той эпохе политику жалкими мнениями о политике. Кстати, сказать, от политики переводил мои мысли к культуре он. Пришлось признаваться, что сам я пишу. Он высоко оценил драмы Ипсена, Гауптман восхищался, Морис Миттерлин был ему очень чужд, но от критики он воздерживался. Он, может быть, нравится некоторым, но, я должен сказать, этот странный писатель весьма непонятен. Любил драматические исчинение классиков и постоянно подчеркивал мне, что Корнель еще ждет надлежащие оценки и что социалисты должны ее дать, отделившие Корнеля от темной эпохи свой штамп, наложивший на драмы его. Он подчеркивал, что непредвзятость в оценке искусства, конечно же, будет господствовать в социалистическом царстве. О, мы, социалисты, сумеем создать пантеон, уничтоживший толки о том, будто мы унижаем искусство, махал за столом он салфеткую, мы и гуманней и шире, чем думают. Кстати, он не выносил, когда я говорил социал-демократ, социал-демократия, морще схватался за нос, поправляя меня, вы хотите сказать социализм, социалисты? За трапезой был удивительно прост, и в иные минуты открыть совершенно. Кому он не верил, с тем вел дипломатию, раз он привел длинноносого, бритого, самодовольного вида мужчину, который совал свои руки в пиджак с таким видом, как будто и море ему по колено, развязно жореса третируя, даже его назидая отогнутым пальцем. Жорес же с лукавой любезностью, бросивший руки, показал ему место за нашим столом, и потом, повернувшись ко мне, он движением ладони, ко мне и к мужчине нас соединил. Познакомьтесь, месье Бугажев, соотечественник ваш, месье Аладдин. Так спесивый нахал оказался Аладдиным, трудовиком Первой думы, в России считался оратором он, оказался шагентом империализма. В те дни он был встречен с почетом французами, он читал лекции, шумно давал интервью, в них рисуясь. Жорес с ним держался как с гостем, любезнейший, ставив вопрос за вопросом, от собственных мнений воздерживался. Он казался теперь небеззлобным, почтенным профессором, зорким и настороженным, присевшим в засаду. Аладдин от самовлюбленности точно ослеп и бросал снисходительно точно монету с ладони. По-моему, я полагаю, не видя Жореса, любуя собою, с лукавым наклоном Жорес принимал эту дань, а надутый Аладдин, засунувши руку в карман указательным пальцем другой, продолжал полагать пред Жоресом, по-моему, как я сказал, не заметив, что занос водили его. К концу завтрака выяснилось, что Аладдин не только болтун, но дурак, и Жорес, даже как-то плясавший на стуле с потирами рук, с хитроватыми бегами глазок, как лакомством редким, таким дураком наслаждался, под соусом нам подавая его. На другое же утро, улыбку в усах затаив, он с прищуром спросил, «Как вам нравится, компатриот?» Мы с достаточной пылкостью высказались, «Он не нравится вовсе». Припавший к столу, захватясь руками за скатерть, подставил он ухо и глазками бегал по скатерти, не выдавая себя, пока, мы говорили, пыхтел в той же позе и вдруг бородой рубанул по тарелке, «Я вас понимаю!» и бросился к блюду. А в русской колонии бегали слухи Андрею-то белому, как повезло. Дикодентишко этот таки ухитрился с Жоресом знакомства свести, с тем Жоресом, которого ловят политики, корреспонденты всех стран, интервьюеры, он от них бегает с этой пары Рой вопросов. С Жоресом встречаетесь? Да. И с ним завтракаете? И завтракаю. Каждый день? Каждый день. Ну так я приду позавтракать к вам, я хотел бы Жоресу поставить вопрос и посыпалась. Вы попросите Жореса, спросите Жореса, мне надо Жореса, есть дело к Жоресу. Желающих завтракать, Рой, приглашал я обедать, тогда обижались, со мной не хотелось обедать, а завтракать мне приходилось отказывать. Наш пансиончик, укрытый в далекой ульчонке, был местом, где мог откровенно Жорес отдыхать, где его окружали безалчности люди простые, нехитрые, ставить его предразинутым ртом, но тогда он бесследно исчезнет. Два раза пришлось уступить Мережковскому, Минскому, Минске, считавший отцом символизм из себя, мне годился в отцы. Он себе объявил социал-демократом, газету «Начало», где Ленин писал, редактировал несколько дней, его стих открывался строкой «Пролетарии всех стран соединяйтесь». Социал-демократическая газета, выходившая в Петербурге в конце 1905 года, до московского восстания. С упорством ко мне он пристал «Я хочу с вами завтракать». Завтракал. С третьей же фразы, бросая меня, прицепился к Жоресу и стал развивать свои нудности, нам с ним не нужны, но и Жоресу не нужны. Тот поплевывал фразой пустой, носу прятав в тарелку. Откушав, скорее, чем всегда, убежал, прошмыгнув котелком мимо окон. Я видел, что Минский обиделся, скиз и иссяк, он не очень остался доволен Жоресу. Трудней было с Трио, с щитой Мережковских и спутником их философом. Трио поставило мне ультиматум. Знакомьте с Жоресом нас. Трио печатало книгу в Париже. Мережковский в Париже, отъехав от струве, подъехал к эссерам и скоро стал савенковцем. Философ, сжимая в руке шапок ляк и от имени речи, таская свой фраг на банкеты с министрами, часто ходил к анархистам Кропоткинсам и заявлял, хотя Дима, кузен его, сделан министром, он все же питает симпатии к синдикализму, а Гиппиус даже из чашки фарфоровой раз угощала свирепого вида матроса потемкинса, бившего в скатерть рукой «Уничтожим мы вас! Чай, бисквитик!» Удрав из России, кричали они о своей левизне. Мережковский по комнатам шмякает туфли, воздев кулачки под защитой французской полиции, очень боялся опаршей он, бомбой словесной в министров кидал и клялся, что он книгую скажет всю правду, отрезав себе возвращение в Россию. Сношение с царским правительством есть преступление для Франции. Тут он, сходя со Жоресом, мечтал о совместном с ним митинге. Под председательством лидера социалистической партии проголосит Мережковский «Жорес — это имя, вы, Боря, устроите, свидетель с Жоресом». Неделю он три донимал. Знал, не выйдет из этого толк. Хоть бы строчку Жореса прочел Мережковский. Я по Петербургу достаточно знал отношение к рабочим писателям этого. Сделку с Жоресом придумав, стал блузником он. Делать нечего. Начал я издали от разговора с соседкой о бывших собраниях с попами писателей, ратовавших против церкви, но за христианство. Жорес за газетой пыхтел, ставя на ухо наш разговор и бросая мне с рявками «ля» или «ля», как всегда зацепившись он, выставил нос из газеты. Потом, кракнув стулом всем корпусом, напоминающим гиппопотама, влетел в разговор. Я представил ему физиономии Минского, Розанова, Мережковского, Гиппиус, как атакующих вместе с сектантами церковь. Он внимал, как симптому рассказом об этой атаке. Я вставил броском замечание. Трилогию до Мережковского можно прочесть по-французски. О ней что-то слышал Жорес. Через несколько дней я соседке докладывал, в ухо Жоресу крича, Мережковские переселились в Париж, я их вижу почти ежедневно. Тогда в силуэт Мережковского я обратился уж прямо к Жоресу. Мой друг Мережковский хотел бы месье с вами встретиться, есть у него к вам вопросы, он просит у вас разрешение позавтракать с вами. Учуяв засаду, Жорес нырнул в блюдо, надувшись и шею вдавив меж плечей, в этом жесте напомнивший гиппопотама, залезшего в тину и ноздри свои из нее поднимавшего. И как Аладину, светский с преклоном пропел, что, встречаясь с общественным деятелем, должен прежде всего он узнать физиономию этого деятеля, с Мережковским охотно бы встретил сон, но его не читал. Он теперь им займется, и тут, записавши название трилогии фирму-издателя, он оборвал разговор. С той поры о свидании не звука. Прошло две недели. На все приставания и гиппюс вы на Жореса давите, ответил отказом, рискуя в опалу попасть. Но однажды Жорес, собираясь уйти, подошел и, пропятив живот, бросив руку, пропел церемонно, «Так вот, я ознакомился с произведениями Мережковского, вы передайте же вашим друзьям, что я очень охотно бы встретился с ними, так завтра в двенадцать часов». Зная скверные обычаи Читы и Мережковских опаздывать, гиппюс ведь просыпалась не ранее часа, Читу умолял я быть точной, Жорес, дорожа каждым мигом, наверное, придет до двенадцати, мне обещали они, но, конечно, проспали. И вообразите, хозяин ко мне прибегает за двадцать минут до полудня, месье Бугажев, вам месье Жорес просит напомнить, что ждет вас внизу, вас и ваших друзей. Друзей нет. С неприятнейшим чувством спускался в пустой Азальц. Жорес, руки бросив за спину и перетопатываясь под окном, проявлял уже признаки нетерпеливой досады, не глядя, ткнул руку и, тотчас, схватясь за часы, на ладони расщелкнувших, обратился к двум тощим французам, сотрудникам Эмманите, приведенным, наверное, чтоб разговор деловой протекал при свидетелях, был осторожен. Стенные часы громко тикали, пять минут, десять, Жорес, согнув палец, стал перетирать им себе под губой волоса с таким видом, как будто чихал на меня, э, да что уж, эх, ма! С перевальцем ходил все под окнами, двое французов сидели у стенки, косясь на меня, вот пришел Марадон, появилась соседка, спустился рантье, уже первое блюдо, Жорес занимался с французами, почу их, с аппетитом бросаясь на блюдо, второе нам подали, тут он вторично схватясь за часы их расщелкнул, ну, ваши друзья появились, высокий, красивый, подтянутый, с номером речи в руке философов почтительно подал газету Жоресу, позвольте, месье Жорес, вам поднести этот номер газеты, я вам посвящаю статью в нем. Жорес, прижав руки к груди, поклонился, увидевший ржеволосую гиппиус в черном блестящем атласе с лорнеточкой белой в руке, косола подвесил поклон, и теперь лишь предстал ему кит в виде маленькой хмурой фигурочки с истинебелым лицом и пустыми глазами на выкате. Эта фигурочка силила что-то извлечь из себя, Мережковский, великий писатель, нет, с ним что-то случилось, перепугался, ни прежде, ни после, не видел его в такой глупой позиции. Хлопая глазом, он силился что-то такое промямлить, как школьник, на стуле присев и выщипывал крошки, балдел. Как всегда философов его отстранил, очень дельно, раздельно представив мотивы для митинга и доказавший Жоресу, что руководителю юмоните надо митинг возглавить. Жорес только слушал, доел, занавесив салфетку, севши в нее, как в кусты, из которых с большим любопытством разглядывал трио, облизываясь и оглаживаясь, очевидно, весьма забавляло. Лорнеточка Гиппиус. На Мережковского он не глядел, чтоб не мучиться мукой писателя. Этот писатель умел голосить и молчать, говорить не умел он. Так, лет через пять, посетив тихий фрейбург, он грозно рыкал на философа Генриха Риккерта, тихого мужа, «Вы немцы-мещане, а русские мы, мы не люди, мы боги и звери». Философ, страдавший боязнью пространства, признался Ф.А. Степуну, что от этого рыка не мог он опомниться долго. «Вы русские странные люди». Степун, Степун, Федор Августович, 1884-1965 годы, философ, историк и социолог культуры, прозаик, литературный критик. А перед Жоресом обычно нарыкающий лёвик и кающим стал. Так и ахнул, когда лет через десять в немецком журнале попались мне воспоминания писателя об этой встрече с Жоресом, и из них я узнал, «Бережковский Жоресу высказывал горькие истины, а знаменитый оратор Емудин о них не ответил». Хотелось воскликнуть, «Ах, Дмитрий Сергеевич, можно ли так лгать? Вы молчали, набрав рот воды, потому что за вас говорил философ, вы хлопали только глазами». Свидание длилось пятнадцать минут или двадцать. Жорес согласился условно способствовать митингу, был осторожен до крайности, он, отложив разговор о подробностях митинга, митинга не было, книга тогда провалился, книга Дмитрия Сергеевича Мережковского «Царь и революция». Великий писатель вернулся к себе в Петербург, о Жоресе он даже не вспомнил при встрече со мной. Потому как Жорес вел себя с Мережковским, Минским, Алладиным, видел, какой он политик, предвидя войну, зная все подоплеки ее, он боролся с идеей реванша, с разделом Германии, Австрии, с планом создания югославянской державы, границы, которые политикам были известны до карты. Боролся как мог с франко-русским союзом, указывая, что союз наступательный. К маленьким людям склонялся сердечно. Когда я болел, то Гастон, внося завтрак, передавал каждый день мне привет от Жореса. Позднее, посещая в больнице, меня немка-барышня передавала, с какой теплотой Жорес ее спрашивал о всех подробностях хода болезни моей. В отношении к ней проявил он участие на деле. Когда я вернулся в отель, то ее уже не было. Ставились рядом приборы Жореса и мой. «Мадемуазель, где она?» Тут, расставивши толстые ноги, Жорес повернулся, руками салфетку схватил, прижимая груди. «Мадемуазель переехала. Ей далеко теперь завтракать с нами, но ей удалось наконец подыскать труд занятий, которые вполне соответствуют ее способностям. Стало мне ясно, кто принял участие в ней». Этот трезвый мужчина с рассеянным видом профессора виделся экзаменатором, академическим лектором, автором толстых томов, не оратором вовсе. Он взвешивал каждую фразу, которую произносил угловата, с надсадой, с трудом, я не видел оратора в нем, но в Париже жить и не услышать Жореса, в Москве побывать не увидеть Кремля. Однажды я прочел объявление о слове вступительном в трокадеро, перед чтением Корнеля артистами из комедии Франсес, начало назначено было в час четвертью, сбор поступал в пользу иммунете. Почему-то я думал, что он не придет перед лекцией завтракать. Он появился, таща пук газет. Он просунул в них нос, только был он рассеянный, не убежал после третьего блюда, чуть-чуря ссидел посредине пустого стола, захватя с руками за скатерть, с отчетливо помолодевшим и ставшим как выбитым профилем между ресницами вспыхивал влажно-мерцающий свет. Седовато-курчавые на расстоянии серые золотокарие волосы мягко вставали над карием лицом, твердо сжались пунцовые губы, прокситель мог бы изваять эту голову, в ней что-то зевесово. Зал вмещал несколько тысяч в нем бившихся туловищ, черные роища, зип рук, голов, сюртуков, шеи, локтей, в коридорах, в партере, в проходах, на хорах, сидели, стояли, ходили, сжимая друг друга, друг в друге протискиваясь, разодетые дамы и барышни скромного вида в простых шемизеточках, лавочники, буржуа, адвокаты, студенты, рабочие. Вот все воскликнуло залпами аплодисментов, как отблеском ясном весь зал просиял, и Журез появился из двери, увидевся шире и толще себя, с головой показавшейся вдвое огромней, опущенной вниз. Переваливаясь тяжело, он бежал от дверей к перепуганной кафедре, перед которую встал, на нее бросив руки и тыкаясь быстрым поклоном направо, налево, но вот он короткую руку свою бросил в воздух. Ладонью качавшейся угомонял рявк и плеск, водворилось молчание. Тогда, напрягаясь, качаясь, с багровым лицом от усилий в уши врубать тяжковесные свои фразы, забил своим голосом, как топором, и багровыми мощными жилами вздулась короткая шея. Грамматика не удавалась ему, говорил неизящно, негладко, пыхтя, спотыкаясь паузами. Слово в сто килограммов почти ушибало, раздавливал вес, вес моральный, тембр голоса, крякающий, упадающий звук топора, отшибавшего толстые ветки. Кричал с приседанием, с притопом увесистый точно слоновьей ноги, точно бивший попавшему гиппопотаму, почти ужасал своей вздетой, как хобот рукой. К окончанию первой же из живота подаваемой фразы раздался в слона и мелькало «Что будет, коли оторвется от кафедры и побежит, оборвется с эстрады?» Вот он оторвался прыжками, скорее, чем шажочками толстого туловища, продвигался он к краю эстрады, повис над партером, вытягиваясь и грозя с толстой массой и рухнуть в толпу, голос вырос до мощи огромного грома, катаясь басами багровыми, ухо укалывая дискантами визгливой игры на гребенке, вдруг чашами выбросив кверху ладони, он, как на подносе чудовищном, приподнимал эту массу людей к потолку, ушибить их затылки, разбить черепа, сквозь мозги перекинуть мосты меж французам и немцам. Маяку барями понеслись по космической изобразительности, он, как зевс, сверкал стрелами в тучищах, дыбились образы, переменялся рельеф восприятий, рукой поднимал континент в океане, рукой опускал континент в океан, промежуточное заключение глотал и, взлетев на вершину труднейшего хода мыслительного, прямо перелетал на вершину другого, проглатывая промежуточные и теперь уже ненужные звенья, впаляя свою интонацию в нас, заставляя и нас, интуиции, одолевать расстояние меж силогизмами, мыслил соритами, эпихеремами, и оттого нам казалось хромала грамматика и упразднялся логика лишь потому, что он удесетерял ее. Сориты, эпихеремы, ракурсы силогической мысли Не припомни, чего он коснулся. Смысл снять катаракты мещанских критериев с глаз, чтобы видеть политику трезво. В событии Парижского дня, в протоколе Рейхстага, в интрижечке колониальной политики Англии надо уметь восстанавливать ось всей планетной действительности, точно Фиди скульптуру изваивал целый из непосредственно данного хаоса, бившего в нас как тайфун. За потоком с трудом выбиваемых образов предощущалась программа огромной системы, им произнесенной на митингах, ставшей решением, действием, лозунгом масс. Говорил он периодами, так как пауза, так как вновь пауза долгая и, наконец, уже то, иль, когда начала с Парёвом, с подлётом руки на притопе, то, 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 в рисующем инцидент, в Агадире, едва не приведшей к войне, потому что Вильгельм размахался своей задирательной саблей, когда брал регистром он выше и выше метал руку, бороду, топнувши то-то и то-то рисующим роли Вальде, Круссо, Галифе, Комбо в недавнем конфликте с соседней военной державой, когда дискантами летел к потолку, став на цыпочки и перевёртываясь с толстым корпусом, чтобы бородою и рукою закинуться к хорам из хоров поддержки искать у протянутой за перил головы то-то и то-то рисующей революцию русскую витте и капали капли тяжёлого пота на бороду вдруг с дисканта в бездну баса тогда и рукой вырастающей втрое над оцепеневшим партером как кистью огромную он дорисовывал выводы. выстрелы аплодисментов всплывала от всех ускользнувшая связь меж когда в той же позе он ждал животом на партер и потом отступая тряся победительно пальцем от слова до слова свой вызвавший возгласы текст повторял он повёртываясь переваливаясь брёл под кафедру пот отирая платком точно слон к водопою и с новым периодом снова бросался на нас кончил кубарем вылетел я чтобы после него не услышать корнеля которого так он любил что поднёс точно лакомство корнель художник жорес ещё больший художник политики он говорят говорил больше часа но время мне сжалось в минуту чтобы протянуться годами в сознании в юмоните я читал стенограмму но речь была в паузах в голосовой интонации в жесте в ней фраза обстанная кариатидой метафорой как бронтозаврами мощно плескала с прибоем ритмических волн да размах мировой современность парижская не подходила к размаху эпоха войны открывала жоресу возможность взрывать динамитные склады германии франции англии в этой эпохе он делался главнокомандующим миллионов стонавших он мог бы зажечь революции францию жоффра сменить повернуть дуло пушек и вызвать ответные отклики в англии даже в германии шаг его был шаг эпохи биение сердца бой колокола это поняли даже в тюремном за стенки бой сердца жореса звучал бонабатом так что оставалось убить и они это сделали жорес был убит французским националистом Раулем Вилленом 31 июля 1914 года за день до объявления войны я пережил эту смерть вблизи Базеля но невеликий величием ранной эпохи погиб для меня для меня это смерть смерть сердечного доброго ставшего воспоминаниях близким семь лет я не видел жорес но знал я он есть а теперь его не было и я забыл о войне и забыл и что мы проживающие рядом с границей в клещах между двух армией что пушки из Бадена наведены на нас что близ Базеля корпус французов прижатый к Швейцарии вынужден в нашу долину вступить и тогда пушки Бадена как на ладони там грянут уже собирали дорожные сумочки в горы бежать уж под Базелем бухали пушки все это забылось я как сумасшедший забегал по берегу бирса мсье жорес тот кто опорой мне был в тяжелейшие месяцы жизни кого я любил и над струями темно-зелеными пеной курчавой плескалась и плакала умер он умер они погубили его на экране моносе в семь. Мережковский сидел в кабинете. Философ в переднюю шел с шапокляком, одетый в убийственный фрак, да банкет с клеммонсо. А когда проходил в пиджаке, то я знал к анархистам. И книжнику, псевдоним Ветрова, и Александрову, жившим в предместе Парижа, раз я с ним ходил. Александров высокий, с глазами лучистыми, с русой бородкой, отзывчивый и нервный, мне нравился. Кончил печально в России. Его окружили жандармы, он пулю пустил себе в лоб. Мережковские впутывали в суеты, из которых слагалась их жизнь. Так, забрав философа, Гирпиус даже его заставляла писать с нею маков цвет, драму, и мне предложила сотрудничать с нею стихи, написать ей о маках. Она подставляла ненужных людей и тащила к знакомым. Трещавшая дама из светского общества, сладко-точа комплимент, являлась. От дочки ее приходил Мережковский в восторг, даже было не прочь ей увлечься, фамилии дамы не помню. Казалось пустой, глазки хитренькие. Слыша, как называли меня Мережковские и Борей, она принялась называть меня Борей. Какой Боря милый, тащите с собой обедать ко мне, никого вы да мы повели. Философ отправился с нами. В гостиной сидел фронтоватый брюнет, эластичный, красивый, лицо с интересной бледностью, взор опаляющий, с искрой, усы, как атлас. О фамилии не расслышалось мне. Склонив Гирпиус, профиль, но выпитив грудь, крепко сжавши нам руки, с закинутым профилем, локоть склонил он на кресло и гладил холеный свой ус с наблюдательным взглядом, вбирая лорнетку, коржетку, ботиночку с пряжками. Но про себя я отметил. Д.В. философ, ответствуя франту, был сдержан, шажочками в угол, пройдя, стал за спину брюнета, свой взгляд выразительный остановил на З.Н., та, пустивший дымок, улыбнулась загадочно. Этот брюнет завладел разговором, пуская ужами по комнате светские фразы и тихо срывая с рояля аккорды, но острые взгляды бросая на нас. Произнес, между прочим, он стихотворение Бодлера и с мягко изогнутым корпусом к барышне, стан захватив с нею и сделал тур вальса. Я понял, он пишет в газетах, он силится интервьюировать. Сел за обедом напротив меня, взяв невинную позу, какую-то мягкую жесткость в руке, передавшей закуску, отметил я. С пальца луч перстенный. Ловко въиграв в разговоры меня, вдохновил к политическим шаржам. Но тут я почувствовал быстрый удар под столом по ноге философов. Этот последний, когда на него я взглянул, не ответил на взгляд. Неожиданным упоминанием о брате-министре меня оборвавши, мне Дима писал, что... Брюнет его выслушал, с ним согласился, спросил, а послушайте, вы ведь видаетесь с книжником и Александровым. А философов с развязностью, глядя на ногти, снаивничал. Знаете, я декадент, ледяными глазами в брюнет уставился, и анархист. Презираю политики, всякие. Мне же мелькнуло. Как он презирает политику? В первый раз слышу. Брюнет согласился и с этим. Они запорхались словами. Зачем философов, ругавшийся словом эстет, стал эстетом? Брюнет, замирающей нежностью, перебирал имена левых деятелей. Тут меня осенило. Да это ж дуэль. В ледяные глаза философ, очень жестоко и остро, как сабинный блеск, брызнул блеск черных глаз. Когда встали, спешили уверить хозяйку, что поздно, пора, философов на улице зло на меня напустился. И вы хороши. Угораздило вас говорить о политике. Он только этого ждал. Он же к нам подбирается. Вижу, что этот обед сфабрикован. Брюнет Моносевич Мануйлов, известный сподвижник Рачковского. Моносевич Мануйлов, темная личность, провокатор. Рачковский, директор департамента полиции. Видел барона Буксгевдена я, сына организатора ряда убийств, Герценштейна, едва льнее Иолоса, проклявший отца, бросив в службу свой круг. Этот аристократ бледноус и бесцельно слонялся в Париже, сочувствуя террору. Чувствуя приодиноко себя и в том мире, который он бросил, и в мире, к которому шел, так его объяснила мне Гиппиус, скоро исчез из Парижа, пятном промаячив. Позднее в Петербурге в папашу стрелял он, как помнится, или собирался стрелять. Встречался Иван Иван Щукин, брат капиталиста московского. Тот был брюнет, этот бледный блондин, тот живой, этот вялый, тот каламбурист наблюдательный, этот рассеянный, тот наживатель, а этот ученый. В весах появился ряд корреспонденций о Лувре за подписью Щукин, написанных остро со знанием дела. Иван Иванович служил в Лувре, он был награжден красной ленточкой, знак легиона почетного. Он давно, переехав в Париж, у себя собирал образованных снобов, ученых, артистов, писателей. Я ходил к Щукину, где между мебелей, картиной книг, точно мощи живые, сидел Валишевский, известный историк, злой, белобородый поляк с изможденным и сжеванным ликом, сверкавшим очками. Я помню с ним рядом огромного, рыхлого и черноусого баса Барцала, бросавшего косм над лбом и таращившего беспокойно глаза на сарказму почтенного старца. Барцал — старый певец московской оперы, очень радикально настроенный в годы революции. Запомнился слабо рассеянный бледный хозяин, клонивший угрюмую голову, прятавший в блеске очков голубые глаза, вид, как будто сосал он лимон, лоб большой в поперечных морщинах. Потом оказалось, что он, положив застрелиться, дотрачивал средства свои. Раз собравший гостей, он их выслушал, с ними простился и их, отпустив, застрелился. Ни франка при нем не нашли. Мог служить, как ученейший специалист по искусству. А. Ф. Онегин, собравший архивы по Пушкину, часто бывал его гостем. Однажды сидели за чаем. Я, Гиппиус. Резкий звонок. Я в переднюю дверь открыть. Бледный юноша с глазами гуся, рот полуоткрыв, сдернув носик в цилиндре, шарк в дверь. Вам кого? Вы дрожал с перепугом. Белый, да. Вас, он глазами тусклил. Я узнал. Вам в кому? Я к Мережковскому, с гордостью бросил он, с вызовом даже. Явилась тут Гиппиус. Стащив цилиндр, он отчертливо шаркнул, и тускло, немного гнусаво сказал. Гумилев. А вам что? Я, он мямлил. Меня? Мне письмо. Дал вам. Он спотыкался и с силой вытолкнул. Брюсов. Цилиндр, зажимаемый черной перчаткой под бритым его подбородком, дрожал от волнения. Что вы? Поэт из весов. Это вышло совсем неумно. Боря, слышали? Тут я замялся, признаться не слышал. Позднее оказалось, что Брюсов стихи его принял, и с ним в переписку вступил, уже после того, как Москву я покинул. Шлеп-шлеп, шаркий туфель, влетел Мережковский в переднюю выпучез. Вы не по адресу, мы тут стихами не интересуемся, дело пустое, стихи. Почему? С твердой тупостью непонимания выпалил юноша. В грязь не ударить, ведь великолепно у вас самих сказано, и, ударяясь в азарт, процитировал строчки, которые Мережковскому того времени фига поднос. Этот дерзкий, безусый, безбрадый молец начинал занимать. Вы напрасно, возможности есть и у вас, он старался. Попал-таки, гиппюс бросила. Сами-то вы о чем пишете? Ну, о козлах, что ли? Мог бы ответить ей, о попугаях. Дразнила бедняга, который приглупо стоял перед нею. Впервые попавший в весы шел от чистого сердца к поэтам же, в стриженной бобриком узкой головке, в волосиках русых бесцветных, в едва шепеляющем голосе, кто бы узнал скоро крупного мастера, опытного педагога. Тут гиппюс взглядом меня, приглашая потешиться, козлищем, посланным ей, показала лорнетка на дверь. Уж идите! Супруг ее охнув, к чему эта Зина пустился отшлепывать туфлями в свой кабинет. Николаю Степановичу, вероятно, запомнился вечер тот. Все же он поводы подал к насмешке. Ну как это можно, усевшись с сонным таким судаком, равнодушно и мерно патетикой жарить? Казался неискренним, от простодушия. Каюсь и я во издевательство, гиппюс внес свою лепту. Ну как не смеяться? Когда он цитировал, мерно и важно, уж бездно оскалило с пастью. Сидел на диванчике, сжавший руками цилиндр, точно палка прямой, глядя в стену и соображая, смеются над ним или нет. Вдруг он, сообразив, подтянулся, цилиндр церемонно прижав, суховато простился и вышел, запомнив в годах эту встречу. Гумилев описал этот визит в письме к Брюсову от 8 января 1907 года. «Я получил мистический ужас к знаменитостям, и вот почему. Я имел к Зинаиде Николаевне Мережковской рекомендательное письмо от ее знакомой, писательницы Микулич, и однажды днем я отправился к ней. Войдя, я отдал письмо и был введен в гостиную. Там, кроме Зинаиды Николаевны, были еще философов, Андрей Белый и Мережковский, последний почти тотчас же скрылся. Остальные присутствующие отнеслись ко мне очень мило, и философов начали расспрашивать о моих философско-политических убеждениях. Я смутился, потому что, чтобы рассказать мое мировоззрение стройно и ясно, потребовалась бы целая речь, а это было невозможно, так как интервьюирование велось в форме общего разговора. Я отвечал как мог, отрывая от своей системы клочки мысли, неясные и недосказанные, но, очевидно, желание общества было подвести меня под какую-нибудь рамку. Сначала меня сочли мистическим анархистом, оказалось неправильным, учеником Вячеслава Иванова — тоже, последователем Сологуба — тоже. Наконец сравнили с каким-то французским поэтом Бет-Нуаром или что-то в этом роде. Разговор продолжался, и я надеялся, что меня подведут под какую-нибудь пятую рамку. Ну, а на мою беду в эту минуту вышел хозяин дома, Мережковский, и Зинаида Николаевна сказала ему, — Ты знаешь, Николай Степанович напоминает Бет-Бет-Нуара, это было моей гибелью. Мережковский положил руки в карманы, стал у стены и начал отрывисто и в нос. — Вы, голубчик, не туда попали? Здесь вам не место, знакомство с вами ничего не даст ни вам, ни нам. Говорить о пустяках совестно, а в серьезных вопросах мы все равно не сойдемся. Единственное, что мы могли бы сделать, это спасти вас, так как вы стоите над пропастью, но ведь это... Тут он остановился. Я добавил тоном вопроса «Дело неинтересное?» И он откровенно ответил «Да» и повернулся ко мне спиной. Чтобы сгладить эту неловкость, я посидел еще минуты три, потом стал прощаться. Никто меня не удерживал, никто не приглашал. В переднюю очевидные жалости меня проводил Андрей Белый. Запомнился Минский. Тут, должен сказать, этот старый писатель возился с холодную витиеватую мыслью. Додумался он до отказа от мысли. Ужасно съедаться абстракциями, копошащимися точно черви в сыру в мозговом веществе. Спери мудро. А может быть, из геморроя. Почтенный сей муж заболел мозговой лихорадкой, сказавшейся в страсти к гнилятине. Уже позднее я встретил почтенного Минского, седоволосого старца, живущего жизнью идей, и парижского Минского вовсе не связываю с Николаем Максимовичем или подлинным Минским. Парижский не нравился мне. Не пристало отцу декадентов, входившему в возраст и деда, вникать в непотребство. Разврат смаковал, точно книгу о нем он писал, с потиранием ладошек, с хихиком, докладывал он, где в Париже разврат обаятелен так, что он выглядит нежною тайной, гнездился в весьма подозрительном месте, чтобы не расставаться с предметом своих наблюдений. Не можете вообразить, как прекрасна любовь лесбиянок, дрожал и с улыбкой удергался сморщенным личиком. Там, где живу, есть две девочки, глазки Мадонн, волоса бледнокремовые, той, которая он лет семнадцать, ей лет восемнадцать, как любится. И он, слащаво зажмурившись, толстенький стан выворачивал, ерзая задом. Спугавший меня грациозностью, оборонялся от доводов Гиппиус, ручкой отмахиваясь, точнее, веером, Гиппиус в хохот. Откуда вы видели, как они любятся? Он лишь глаза закрывал, полагая крестом свои руки на грудь, как поношенный черт, имитирующий позу ангела. — Вы покажите нам место, где вы наблюдаете, — он тупе глазки. — Всегда и везде я ваш гид. Вы хотите пойти со мной, Боря? — Конечно, с Борис Николаевичем. Может, белый над бездною ада, нося, соблазнится и вспыхнет, став красным? — Ах вы, Мефистофель! — как сальцем. Лоснился он маленький, толстенький, перетирающий ручки, хихикующий, черномазый с сединочками. А когда он ушел, не без жути мне, Гиппиус, видели, как он брюшком передергивал, слюни глотая? Несчастный, не правда ли? С морщенным личиком напоминает он кончик копченой колбаски. И Гиппиус, и философов читали Крафт Эббинга, интересуясь психопатологией. В Гиппиус смешивались познавательные интересы с больным любопытством. Вы, Боря, конечно, со мной не пойду с этим Минским одна. Мы в назначенный вечер заехали к Минскому. Жил... Недалеко он от пляс Пегаль, он нас ждал. Он к нам вышел с зонтом в котелке, тугопучным таким коротышкой. Идемте ж скорее. В котелке, как грибок, семенил с лихорадцей за нами. Сперва повел к дьяволам он, после к ангелам. Дьяволы нас угощали ликерами. Скучно. Дьяволы и ангелы, кабачки ада и рая. Накрыв свои губы перчаточкой, наш гид с лихорадцей в глазах подбоченился зонтиком. Я вас веду в бар Морис? Как? Куда? Котелочек поправил. Гомосексуалистом? Ведите. Он, зонтик, под мышку на лоб котелок побежал, мне напомнивший скачущий кончик копченой колбаски. Привел в небольшую, набитую людьми невзрачную комнату. Столики, больше мужчины, но были и дамы. Одна из них очень двусмысленным взглядом окинула гиппиус, будто узнав в ней себя, это к минскому. Кто? Лесбьянка. Средь столиков ерзала тощим крестцом Отеро, так ее называли, с поношенным стертым лицом, с подведенными густоресницами, в черном берете, с кровавым цветком в декольте, волосатым и плоском, в атласном затянутом платье. Безбедрая и сухоногая тварь показалась мне бегающей скалопендры. Костлявую руку, забросив за спину, привздернула юбку почти до колен, обнаруживая кружевные десу, изможденные икры в чулочках, обмахивала с черным веером, кончиком веера передавала кому-то безе, приглашая плясать мускулистого, желтоволосого, бледного юношу. Кто это? Это приказчик из Лувра. Как? Днями стоит за прилавком, а вечером здесь. Он действительно воображает, что он Отеро. Минский, тряся брюшком, добродушно нырял, как рыба в воде. Ну, а тот, кто танцует с ней, имеет романы с одними солдатами. Видите, там этот бледный и нервный мужчина, поляк, очень тонкий и умный. Сидел, прижимаясь к шестнадцатилетнему мальчику, взяв его руки и пальцы терзая ему. Здесь воняло ужасно. По Минскому великолепно. Ведите нас дальше, капризила Гиппюс. Снова нырнувши в кривые ульчонки, вдруг вынырнули в небольшое пустое локаль, вроде бара. Сидела, ученого вида, весьма некрасивая, просто одетая дама, в очках и тянула вино из соломинки. Минского ж лихорадила. Здесь претаинственно. Это приют лесбиянок. Но это еще не все. Что еще? Не пойму, здесь боятся случайных, как мы. Здесь прилично для вида. Смотрите-ка, дама пришла на охоту за девочкой. Может, он выдумал? Дама солидного вида, одетая скромно, должно быть ученое, волосы стриженные, блески стройих очков. Этот Минский готов был сидеть, и высматривая, и вынюхивая, очень скучно, и мы его вывлекли. С блеском в глазах, с лихорадочными гоготочками он провожал нас до Фиакра. Действительно страшен Париж. Мне Дальгеймы рассказывали, что здесь есть учреждения, один вид которых кошмар. Вы входите, парты. За партами дряхлые капиталисты, седые сенаторы, даже министры в отставке, сидят с букварями и воображают, что учатся. А отвратительная старушонка в чипце, в бородавках, блистая очками, стоит с пучком розок над ними и спрашивает, задавая моей урок. Кто собьется, того она розгай по пальцам, сенатор визжит поросенком, и это и есть вид наслаждения для паралитиков, что ли. Я, вспомнивши это, взглянул на отца декадентов, пытаясь представить его в этой школе. Начнешь с изучения разврата, окончишь тапартой. Взвизжишь поросенком, когда защемит тебе ухо ногтями старуха очкастая. Бррр. Минский, нас усадивший нафья, крканул в грязной вльчонке, во мрак. Повстречался со мной, председателем Дома искусства в Берлине, лет через шестнадцать, серебряный, розовый, помолодевший, с округлыми плавными жестами. Он говорил, 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 без конца, так мудрено, так долго, так многосторонне, так добропорядочно, только весьма отвлеченно. Весьма отвлеченно. Обратно совсем Александр Николаевич Бенуа. В кратких памятных встречах в Париже провеяло мне легким весенним теплом. От ученого, с виду холодного, вылащенного историка живописи, я и не ждал ничего. Получил очень много. Сперва я художника в нем не почувствовал, а дипломата ответственной партии мира искусства, ведущий большое культурное дело и жертвующий ради целого многим, А.Н. Бенуа был в ней главным политиком, Дягилев был импресарио, антрепренер, режиссер. Бенуа же давал, так сказать, постановочный текст. От его элегантных статей таки прямо зависел стиль выставок Дягилева. Стиль декораций балетов, стиль хореографии. В целом, держа с нужной линией, часто был вынужден переоценивать, недооценивать тактики ради. Я помню, что в мире искусства хвалили труд мутера, после ругали, графе выдвигая, но знали, что мутер — алфавит, а нергрефе лишь склады. Чтобы прочесть живописную грамоту, надо обоих знать и их отвергнуть. Хвала, как и ругань, здесь тактика лишь. Александр Бенуа незаслуженно некогда снизил значение в Рубеле, после же каялся. Высокая оценка трудов Рихарда Мутера «История живописи» и «История живописи в XIX веке» была дана в мире искусства в рецензиях Ростиславова. Столь же высокие оценки были удостойны книги Мутера об английской и бельгийской живописи. В мире искусства были напечатаны в переводе с немецкого работы Юлиуса Мергрефе «От Пуссена до Мариса Дениса» «Современное французское искусство. Импрессионизм в живописи и скульптуре». Здесь имеется в виду статья Врубель, в которой Бенуа признавал, что в своей книге «История русской живописи в XIX веке» Санкт-Петербург, 1902 год. Он не воздал должное этому художнику. Ему-то я и не отвел подобающего места в своей книге. Это и есть важнейшая ошибка ее. Врубель принадлежит к самому отрадному, что создала русская живопись. Я в своей книге упрекал Врубеля в некотором ломании, в желании гениальничать, я был неправ. Врубель был, безусловно, чистый, искренний художник и именно настоящий гений. Вылащенный, как натертый паркет, элегантно скользящий, немного сутулый, в пенсне, в сюртуке, Александр Николаевич несся, глядя из-под лоби глазами лучистыми, Производя впечатление красивого и темпераментного человека, Не знал, мозг или сердце диктует ему плодотворную деятельность. Субъективный капризник, ворчали маститы, Вся эрудиция, бьющая крылами в пыли воробей. Прррррх, пррррх, врубель, пррррх, прррхлы, каторс, пррррхампир. Головной резонер, проповедующий мертвечину, ворчали непризнанные, И воздать бы в никчемные старые годы старик молодящийся. Старые годы — специальный журнал, посвященный истории культуры, искусств и коллекций. Выглядел он моложаво, изящно мелькая своим силуэтом, похожим на черную сепию, Всюду, на выставках, лекциях и на премьерах балета, Мелькнет и зацепится, мягко, сутули широкой спиной, С кем-нибудь разговаривает с близоруким чуть-чуть церемонным расклоном на вытянутой перед собою ноге И естественным легким движением скругленной руки, давшей острую характеристику виденного, проскользнувшей, исчезнет. С французским изяществом сжато бросал он итоги раздумий своих парадоксами. Это гурманство ворчали одни, мозгология негодовали другие, И он не казался способным к сердечности, вежливым, мягким, салонным, придворным. Не сердце, а такт. Встречи с ним, встречи замкнутых сфер в одной точке. Моя сфера — литература, весы, но и Гегель, и Кант, и методика естествознания, и гнозии с религией, А сфера его — становление новейших течений искусства в конце позапрошлого века. Глядел от сегодня в назад. Точка пересечения нашего — точка культуры, но в этой единственной точке ценил Бенуа. Я единственно, это не грабарь, чиновник культуры, в себе разложивший полет ироническим скепсисом. От Бенуа всегда веяло сочностью. Даже его субъективность казалась мне легкой разведкой предвыводом. Он был со мною внимателен, мягок, даря свою ласковость легким броском из богатства в редакциях или в передние, где с ним мы встречались не раз. Я, бывало, вхожу. Он навстречу сутула выносится, чисто промытую лысиной ленту пенсная развивая, и плещутся кончики фал длиннополого, скроенного хорошо сюртука. Руку под руку снимет пенсная, и его на шнурочек наматывает, ко мне вытянув сочные губы. Прищура рисует любезную фразу, а руку, пожавши с расклоном скругленным широкой спиной, умелькнет. Наши встречи, прохожие, только у Щукина, кажется, носом мне под нос подъехав, и пуговицу сюртука ущипнув двумя пальцами, тихо повел он от общей беседы меня в уголок теневой, где меня, усадивши на мягкое кресло, сел с горбис на маленьком пуфике, щурис и мягко касаясь рукой у коленей моих, выговаривать стал неожиданно. Очень интимные вещи о том, как он видит предметы, и, снявши пенсне, протирал его. Верила теплым уютом, от этого боевого, салонного, чернобородого мужа исчез дипломат. Никаких мир искусничеств! В милой улыбке доверчивости, в ясных глазах, устремленных в пространство, мечтательность нежная, он говорил, как с собой. Может быть, он мне верил, любя мою первую книгу, он мне приоткрылся в тот вечер. Он точно повел меня под абажурик, пунцовенький, свет свой бросающий в темно-лиловые тени. С тех пор силуэт Бенуа неизменно мне виделся с примесью темно-лиловых и темно-малиновых колеров. Эти цвета представлялись мне в виде малюсеньких куколок, спрятанных под сертуком дипломата. Я понял любезную мягкость от сердца, а вылащенные парадоксы — броня. Бенуа, публицист, осветился впервые. С ним вместе бродили по улицам в день карнавала, в толпе котелков, дымовеющих перьев и влете бумажек, лиловых, зеленых, малиновых зернышек. Их продавали повсюду. Прохожие их, накупив, осыпали горстями нас, сели за столик открытой веранды кафе, на одном из бульваров и пиво спросили себя. Но дождями бумажек запырскали нас. Бенуа тряхал с котелочка малины и лиловые пятнышки. Он с озорством совал руку в мешочки свои, как мальчишка, вскочив, высыпал на прохожих веселые пестры, рукой опираясь в перил, сутулой спиной. Повесился, прыгали отблеском стекла пенсне и мотался шнурок. Расплатясь, мы слили с карнавальной толпой. В нас сметали дождем перекрестным мушинок. Он, взяв меня под руку, локтем толкая, широкой спиной наваля, свел к себе. Искругленной рукой разрисовывал в воздухе мнение. Позвал отобедать, привел в небольшую квартирку, представил жене еще, маленькой дочке, и после обеда уютно сидел со стаканом Бордо, говорил об игрушках и книжках с картинками. Я погашаю экран, потому что нерв жизни моей в это время не встреча с людьми, а анализ себя и стремление высвободить свое «я» из-под штампа, наложенного на меня обстояния. Жалоба Бореньки, деятель белый, есть шут обстоятельств. Я знал. Покажи себя, Боренька, подлинным. Минские. Даже друзья, даже Мэттнер и Элис отвергнут его. Круговая порука, обстанье, в работах себя точно замуровала. Такое сознание тоже болезнь, как и жизнь в кривых жестах. Одною болезнью я силился в равновесии другую, а третья подкрадывалась. Я мог бы рассказать, как читал свою лекцию в русской колонии, как разнесли социал-демократы, как критиковал Мережковский. Жорез был единственный просвет, все прочие сумрак. Ну, там завели по отношению с французами, гиппюс мне. Ей же и здесь ряд поэтов. Однажды в кафе пригласила она, где сидел символист Папандопула, или Мореас, псевдоним, отказался. Она же ходила, рассказывала. Папандопула в пляс опустился. С Рашильд, утонченнейшим критиком, Меркюр де Франс, познакомилась гиппюс. А Мережковский был принят в салоне у Франца. Я раз пошел слушать Буайе. Лет семнадцать назад Поль Буайе жил два года в Москве, изучая язык и бывая у нас, староженок, у многих ученых. Я знал его очень любезным, поджаром, веселым брюнетом. Увидел седым, но таким же, как был, легкомысленным. Он произнес удивительно общую, нехарактерную речь, наделив Мережковского роем эпитетов от гениальной до всем нам известной. Пятнадцать студентов записывал. Мережковский для них минут двадцать читал, демонстрируя русское литературное слово, и мы окружили профессора. Чуть не сказал ему, «Мсье Буайе, вы, конечно, не помните мальчика Борю, к которому важного Жоржа водили играть». Я, дернув себя, ускользнул. Убоя, что представит и в качестве белого, продемонстрирует, даже заставит стихи прочитать. Раз пришло приглашение мне от писателей группы «Фалянж» на обед, ежемесячный был, никого из знакомых. Никто не представился мне, в свою очередь я никому не представился. Кто-то, сев рядом, показывал. Вот Шарль Морис. И я видел. Брюнет с мефистофельским профилем крутит бородку, докладывая о судьбе неизвестного мне альмонаха. «Поэт де Сузан» — гениальный. Я видел Шатена Курносова, ел, как и я. Зулуага, знаменитый испанский художник, я видел. Кофейного цвета кусок пиджака, загорелую шею и черное что-то. Наверное, волосы. Были Поль Фор, поэт-брат Себастьяна. И, кажется, сам Тонкредо Визан, обещающий мастером сделаться, густо висела зеленая скука. И то, о чем спорили. Мне, москвичу, показалось азами весов. Жан-Гурмон, Ренагиль обо всем написали риторика бледная. Избранные в симплициссимусе. Те хотя бы резвились, а здесь неестественно пыжились. Брюсов, конечно же, преувеличил. Мы расходились в оценке французов модерн. Символизм невозможен, как узкая школочка. Это я стал проповедовать скоро. Опять улизнул. И случайно, попавший в кино, слушал вальсы плаксивые, видел с экрана, как пес человека спасал. Человека, пожалуй, спасут на экране и люди. Меня бы спасли. Но для этого надо попасть на экран. Точно смертные когти вонзились ущипом. Весьма неприятная боль. Болезнь До болезни своей я работал над кубком метелей. Без пыла доламывал фабулу парадоксальную формою. Блок мне предстал. Я, охваченный добрым порывом, ему написал, полагая он, сердце на сердце откликнется. Он же молчал. Уже с Мюнхена я наблюдал. Психология оплотневала во мне физиологию. Огненное домино, потухая, как уголь, завеялось в серые пеплы, став недомоганием, сопровождавшим меня. Ощущение твердого тела давило физически в определенных частях организма. Однажды, проснувшись, я понял, что болен. Едва сошел к завтраку. Вечером с кряхтом пошел я за Гиппиус, ехать с ней вместе в театр Антуан. Но не будучи в силах сидеть, из театра пополз, убоявшись взять фьякр, потому что сидеть было больно мне. Утром же стало значительно хуже, но доктор сказал, что пустяк, что придется дней пять пострадать до прокола. Он, дав невозможный в условиях жизни отеля режим, удалился, решил быть стоическим, перемогая страдания, которые пухли от пухнущей опухоли, ни сидеть, ни лежать, и, поползав, повис между кресел, ногою опираясь на ногу. Я спал на карачках, в подушку вонзаясь зубами, как бред. Бережковские два анархиста, философов, ввалились ко мне дебатировать вместе, «Христос или бомба?» Я, перемогая себя, кипятил воду к чаю и производил ряд движений, уже для меня невозможных, а ночью подушкой душил вырывавшийся крик. В канун Нового года висел между кресел вперяс в синий сумрак. Черный вошел силуэт. Смерть. Он сунул тетрадку из синего сумрака. Это стихи мои. Я же не в силах ему объяснить, что страдаю. Просил его выйти движением руки. Не везло с Гумилеву. Но, перемогая себя, я стащился и полз два часа к Мережковским, в бреду и в жару. Оказалось, нарыв мог прорваться внутри, и тогда заражение крови. Вволя спал в диван. Меня пледом накрыли, поили шампанским. Нахмурился доктор, явившийся утром. Флегмона глубоко сидела. Вчера еще надо бы вспарывать. Дома держать невозможно. В больницу? Сквозь жар слышал. Дорого. Пища, уход, операция, ряд перевязок, сиделка. Трещал телефон. Выяснялось, больница при монастырьке принимает. Ухаживать будут монашенки, а оперировать очень известный хирург. Перекутанного потащили в каретку. Философов, доктор, не помню, как перевезли. Лебединые белые крылья чипца, и мишними лицо итальянки склонилось, и кто-то мне впрыскивал морфий. Ночь кубари бреда. В трубу вылетал с Николаем Коперником, чтобы винтить в мировой пустоте. Ясно, грифоголовый мужчина с жезлом, прощербленным на старых гробницах Египта, который водил коридорами смерть. Потушив электричество, снова впирялся в каминные пасти, оттуда встал красный. Я сам будет. Ах! Два служителя тащат в носилках по лестнице вниз. Я слетаю на саночках с радостным чувством к веселому ножику. В эти же дни Петербург пировал. Жезлоносец Иванов, Чулков, Городецкий, артистки, пьянистки, эстеты, поэты, попойки и тройки из балаганчика, музыка бум-бум-бум-бум, Кузьмина, все неслоса галопами издали. Блок воспевал в Снежной маске свое увлечение Волоховой, а у Ща был роман. Стихотворения, составившие цикл Блока «Снежная маска», были написаны с 29 декабря 1906 года по 13 января 1907 года. Смотри запись Белого о возвращении в Москву из-за границы. Первое известие, сражающий меня окончательно, Л.Д. в связи с Г.И. Чулковым. В Петербурге господствует страшная профанация символизма. Нота мести за попранную любовь и за профанацию символизма углубляется. Люблю вас, а не Блока. Его, а не вас, оказалось, не Блока, не вас. Роман с У, потом с Ф, потом с Ш. Очень просто и весело. Я-то... Блок оповестил мир стихом. Умирает дён на костре своем снежном. Нёсся к Келагину острову в тройке. Смерть — это виньеточка Сомова. Что же ещё? Говорят в просторечии. Смерть — как приятно. Имеется в виду стихотворение Блока на снежном костре. 13 января 1907 года из снежной маски. Белый иронически откликнулся на него в кубке метелей. Вышел Великий Блок и предложил сложить из ледяных сосулек снежный костёр. Скок да скок на костёр Великий Блок. Удивился, что не сгорает. Вернулся домой и скромно рассказывал. Я сгорал на снежном костре. На другой день всех объездил Волошин, воспевая чудо святого Блока. Наверное, умер бы я, запоздая операция, на одни сутки. Вот голый лежу на столе же стеном. Он как льдом обжигает мне кожу. Я искосы вижу, на рядом поставленном столике, пилочки, вилочки, цапки и лапки, пинцеты, ланцеты, серебряным смехом пищат. Я кусаюсь, хихикают щипчики, цапаюсь, искрится злой металлический коготь. Дверь настиж, обстанный халатами белыми, вышел тот самый, которому рвался давно. С бродой ассирийца, весь в белом, напрягшие свои волосатые голые руки. Накрыл бородой, повромись ей. Бедный господин! Потрепал по плечу, обдал жаром. Вы много страдали, сейчас мы поможем. От этого доброго слова из глаз слезы брызнули. Он к колпачку с хлороформом его на лицо опрокинул. И я от себя самого, как свободно скользящая гайка с винта, Отвинтился, летал, бестелесно твердя. Сознаю, ознаю, знаю, аю, ю. Точно в ворота железные, кто-то железными молотами, бум-бум-бум, заломился. То сердце, с которым мы связаны, бухало. Я возвращался откуда-то, как из гостей, где случилось прекрасное что-то. С блаженством глаза разожмурил, наткнулся на белые крылья чипца. Тише! Как? Прикоснулась ладонь Мережковский. Ни боли, ни тяжести. Да Мережковский с утра дожидался конца операции. Видел, меня принесли на носилках с глазами открытыми. Я на вопрос его «как?» Отвечал «ничего». Он был ласков, уютен и добр. Я за это прощал ему многое. И философов, словно нянька, возился. Он в нижний этаж перенес мои вещи, расставил внимательно. Гиппиус матери письма писал. Через два дня после операции Белый писал матери «Каждый день у меня Зинаида Николаевна». Сообщая Бугаевой о состоявшейся операции, Гиппиус добавляла «Он очень подготовил свою болезнь ненормальным образом жизни, которую вел перед этим. Он бывал у нас днем постоянно. В последнее время мы упрашивали его раньше ложиться, но он говорил, что уже неделю не спит, до утра сидит, пьет чай и курит. Нерва расшатал себя до такой степени, что вид у него был прямо ужасный. У него слишком слабая воля, чтобы взять себя в руки. И с этой стороны я даже рада, что он проживет несколько времени в больнице под строгим режимом. Это очень успокоит его нервы. Уж очень мы крепко и неизменно любим вашего сына. И все думаем и гадаем. И советуемся, как бы так сделать, чтобы ему было хорошо. Философ, сообщив название болезни Белого и подробности, касающиеся ее лечения, отмечал, опасности никакой больше нет, но за ним нужен долгий и упорный уход. Ему сделали очень глубокий разрез со стороны заднего прохода. До сих пор он, по-видимому, за здоровьем своим никогда не следил, особенно за желудком. Вместе с тем болезнь его произошла, по-видимому, от неправильного пищеварения. Настроение у него великолепное, больницы доволен, мы часто посещаем его, да и вообще его навещают. Под хлороформом чувствовал себя, как в раю. Его слова. 8 января 1907 года Гиппиус писала Брюсову. Больной Белый лежал у нас перед операцией и почти кричал от боли, которая туго-туго крутила жгут. Теперь все понемножку обошлось. Операция сделана, прошла хорошо, и Белый лежит кротким, веселым, больным ангелом, среди ухаживающих за ним монахинь какого-то строгого католического ордена. На будущей неделе, вероятно, встанет. Тучи близких и дальних навещают его. Его ведь как-то любят и те, и другие. — Здоровый у вас организм, — говорил мне молоденький врач, — но разрез был ужасный, как красная яма. Явился хирург бинтовать, зубы стиснул, трах, и терпеливые живы. Мощь огромной руки, рвавшей, крани, прилившей, пересохшей марлей. Прекрасно. Лежал забинтованный. Веяли белые крылья широкого чепчика. Нравилось нежиться перед букетом цветов. Пища легкая, вкусная. В окна весна уже грел лучом легкоперстным. В открытые двери вещал мне орган. Коридор был подобием хоров капеллы. В час службы стояли монашенки, чепчики их, точно плеск лебединых слетающих стай. Оказался я в мире, который воспел Роденбах. Писатель, описывающий капеллы, монашек, старинные католические города Бельгии. Монастырь, превращенный в больницу, етился вблизи Люксембургского парка. С него начинался латинский квартал. Мережковский, Минский, супруга Бальмонта, Е.А. и Бальмонт посещали меня. А соседка по столику передавала привет и Жоресса. Ходила и русская дама, писавшая книгу, ученая, доктор Сорбонны. Я ей диктовал текст главы «Символизм». В письме к Блоку от 5 марта 1907 года Белый сообщает имя этой дамы, пишущей в Сорбонне диссертацию о русском символизме, Вера Николаевна Федровская. Хорошо очень думалась в звуках органа. Стихи, как ручьи, истекли из меня, Когда мать тишина обнимала рукой теневой изголовь. Извечная она, как мать, в темнотах бархатных восстанет, Слезами звездными рыдать над бедным сыном не устанет, Мне бездна явлена тоской, и в изначальном мир раздвинут, Над этой бездной я рукой нечеловеческой закинут. Урна. Порой было грустно. Непоправимое мое припоминается былое, Припоминается ее лицо холодное и злое, Покоя не найдут они, Пред ними протекут отныне Мои засыпанные дни В холодной нежилой пустыне. Урна. В Париж доносившийся гам Петербурга Звучал, как насмешка над болью. Возврат был отрезан, Враги и друзья за порогом болезни увиделись, Был им мертвец, не умерший, но и неживой. И мой выход в иное сознание казался могилой, А мне агонии казались их песни и пляски. Могила написана тотчас же. Вышел из бедной могилы, Никто меня не встречал, Никто, только кустик хилый, Облетевший веткой кивал. Я сел на могильный камень, Куда мне теперь идти? Куда свой потухший пламень, Потухший пламень нести? Нет, спрячусь под душные плиты, Могила, родная мать, Ты одна венком разбитым, Не устанешь над сыном вздыхать. В приведенных строках, Сочиненных в больнице, Рубеж, отделяющий пепел от урны. Название сборников стихов. Недаром вперялся я в жарость, Ливающий в серые пеплы. Недаром мне комнатка видела С гробом с дырой, Дымовой трубой, Открывающей небо Коперника. В нем я очистился, Под колпаком хлороформа. Так урна возникла в больнице, Так опепелевшая страсть Года два собирала с мной в урну Над гробом, Истлевшей души, Не моей. Предотъездные дни Наконец я вернулся в отельчик, Но в нижний этаж. Перевязка мешала осиливать лестницу, Доктор еще перевязывал рану, Она заживала, Так длилась до марта. Поездка в Италию рухнула, Деньги пролечены, А в перспективе расплата долгов, Даже к Метнеру в Мюнхен Заехать не мог уже. Доктор грозил, Операция вас наградила на год или два, Малокрови, воздух, питание, Природа, покой, Организм ваш подорван. Стояла весна, Небо синий, Мило Париж улыбался протертым стеклом. Среди веющих веток А птичьего щебета Ветер развеивал складки плаща моего, Как глазочки Открылись цветочки В Булонском лесу, И обежал из заросших дорожек К центральным аллеям, Куда савиню перехлестывал ток Элегантных ландо, И светлели приветливей дам Северские платья, Вуалетками, Синими и голубыми букетцами. Всю светлейшие серые платья Я гнался блаженными толпами По Елисейским полям, Проходя к тюйлерии, Я склонялся к перилам задумчивой сены, Рассматривать башню Нотр-Дам, Или, закинувши голову Перед чудовищем Эйфеля, Скроенным из переплетов сквозных, Удивлялся, Качается в воздухе, Став под ребром Распростертой ноги видел, Падает на голову, Черт возьми. Вместе с крепа коротеньких лапочек, С телом четыре кафе. К ним бросают по лапкам четыре подъемника, К высшим площадкам ведет пеший ход, И туда же летает подъемник. Однажды осилил пространство От первой площадки к второй, Выше двигаться сил не хватило. Париж уходил под пяты, Умоляясь, Над воздухом в воздухе шел, Небеса опускаясь, Смыкали объятия. Весною Париж бледно-серый, С щебечущим розовым отблеском, Купами зелени, Контурами колонат он нежнел, Упоительные светопись отблесков И колорит, отработанных временем, Копотью, пылью, дождями орнаментов, В мреющем воздухе Синие вырезы зелени, Бабочка порхами вспыхнет И снова погаснет. Я понял, пленэр. Пленэризм — ответвление импрессионизма. И я думаю, Пуантилизм есть усилие Глаза отметить смешение Дыма и пыли со влагой туманистой. Свет разлагается в два дополнительных. Из пестреточек глаз ищет Неданной ему колоритной реальности. Коли Париж в декабре Меня встретил Манне, То меня проводил он веселеньким, Мартовским щебетом искорок, Пуантилизмом. Пуантилизм от французского Пуантеле — писать точками, В живописи манера письма Раздельными мазками правильной формы, Наподобие точек или квадратиков, Которые прибегали представители Французского неоимпрессионизма Сера Синьяк. Бывало, спешу пробежаться По гладким аллеям Версаля, Туда и назад поезда, Здесь ты, где не окажешься, Издали из-за пропученных куб Видишь абрис дворца. Я влюбился в весенний Париж, Было жалко расстаться с ним. Расслушал лекцию я Мережковского В русской колонии. Твердого вида мужчина, Сложив свои руки крестом на груди, Прислоняясь плечами к стене, Вздернув профиль, Замраморел, стоя, как статуя древняя. Кто это? Гиппиус. Он не пошел возражать, Грянув с места отчетливым голосом, Тщательнейше вылепляя, Как профиль слова, И умолкнув, Сложил свои руки крестом, Прислоняясь к стене И не двигаясь с места. Грузин, Робокидзе, Философ, Сказал позднее мне Гиппиус. Робокидзе учился в это время На философском факультете Лейпцехского университета. Сравни письмо философа к Брюсову От 20 ноября 1910 года. Робокидзе я знаю по Парижу. Три года он ходил к нам каждую субботу, И затем очень помогал нам В нашей борьбе с хулиганами. Он окончил духовную семинарию В Тифлисе, И затем Лейпцехский университет. У него солидное Философское образование. Под хулиганами подразумеваются Чуждые литературно-общественные силы. С этим виднейшим писателем, Классиком от символизма И руководителем группы Грузинских поэтов, Которого книга позднее Прогремела в Германии, Встретился я Через 23 года в Тифлисе. Белый активно общался С Робокидзе в Тифлисе Летом 1929 года. Сравни его дневниковые записи. Вечер у Робокидзе 25 мая. Ряд бесед с Робокидзе Был у нас. Вечер с поэтами Тициан Табидзе, Паула Яшвили, Григорий Робокидзе 2 июля. Вечером долгий разговор С Григорием Робокидзе 6 июля. И другие. Прощаясь За день до отъезда С Д. С. Мережковским Д. В. Философум Гиппиус Благодарил их За братскую помощь больному. Три месяца, Прожитых здесь как три года. Париж, перевал, Разделяющий Четырехлетие, Двухлетие, К нему подводившие Бури, Страстей, Рост отчаяния, Взмахом ножа, Отворяющим кровь, Все это пролилось из меня. Обескровленный, Серым, Как пепел, Лицом, Я два года Вперялся в себя И в обстанье, Которое виделось Мне балаганом. Союз, Заключенный с Валерием Брюсовым, Против Иванова, Блока, Чулкова И прочих Недавних друзей Вот что вез Из Парижа в Москву. И последний, Кто мне пожелал Бон-Буяш, Был Журес. С ним, Позавтракав, Вещи забрав, Я уехал, Чтоб видеть В обратном порядке Течение времени Выехал ярко весною, А въехал в Россию Глухою зимой. Белый уехал Из Парижа в Москву Около 25 февраля 9 марта 1907 года. 28 февраля Старого стиля Он уже выступал В Москве В обществе Свободной эстетики С чтением Стихотворения. Ворон из заборов Московских встречая Закаркали Из сине-серого Мрачного Клокастого неба. Арбат, Колоколинка розовая, Боря, Сын мой, Объятие матери, Извечная она, Как мать, В темнотах Бархатных Восстанет, Слезами звездными Рыдать над бедным Сыном, Не устанет. Рыдать над бедным Рыдать над бедным Рыдать над бедным Рыдать над бедным Рыдать над бедным